так у нас есть некоторое время ответить на вопросы я рад вас очень всех чувствовать пока не вижу но все равно чувствую что вы это как бы надеетесь что я справлюсь со своей задачей смогу дать вам то что вы ожидаете от меня я тоже надеюсь сильно на это так я вижу фотографию двух скорее всего мужа и жены там ниже вопрос да надо принести кому то сможем живем 7 7 лет браки много муж выпивает материться постоянно общается с другой женщиной у нас сын полтора года сама много грешила поэтому понимаю что все заслужено этого недостаточно этого понимания подскажите как вести себя в данной ситуации как сохранить семью вот когда гора очень высокая человек должен идти медленно не надо не надо по ней убежать и не надо также думать что она станет низкой какой-то момент то есть она высокая и надо идти по ней медленно то есть нужно какое-то время отношение сделать менее болезненными означает стараться чуть-чуть в своем сердце остаться одной наедине с собой не глубокого отношения не входить а остаться одной потому что чем глубже в отношении идешь такой ситуации тем они болезненные становятся и невыносимые то есть уже потом совсем невозможно будет в них жить в этих отношениях когда штурмом нельзя взять крепость и уберут осадой осады это тоже правильный правильная форма ведения боя в данном случае тяжелая карма означает что нужно сражаться за свою судьбу не штурмом а осадой и в чем заключается с кем мы сражаемся с одной стороны мы сражаемся с тем что я в прошлом грешил и получил такой ответ своей судьбы мы с этим прежде всего сражаемся но также мы должны понимать что мужчина это отражение мира в котором живет семья Женщина – это отражение отношений, понимание отношений. А мужчина – это отношение мира, в котором живет семья, общества, в котором живет семья. И общество сейчас живет в пьяном угаре. Ну, то есть общество сейчас живет в очень... Я вот, допустим, сейчас с телевидения ехал в метро и смотрел на людей. Многие люди в пьяном угаре находятся. Кто-то чуть не подрался по дороге, кто-то там кого-то оскорбил. Ну, то есть такое, знаете, безумие, оно возникает только в одном случае, когда в обществе нет ценностей глубоких. Они, конечно, есть, но они не наружи. Они не там, где их надо показывать. То есть эти ценности должны быть показаны на телевидении, они должны быть показаны в интернет, должны показываться в газетах. В публицистике современной ценности правильной жизни. Это прощение, покаяние, смирение, молитва, приближение к чему-то чистому, возвышенному, к вере. И все это естественным образом наполняет сердце очень глубокую... ...чистоту, ему не надо пить, потому что пьянство возникает только от того, что человек очень сильно психически напряжен. Ему очень трудно жить, поэтому он пьет. Итак, видите, в чем осада заключается? Осада заключается в том, что нужно только выучиться ждать. Нужно быть спокойной и упрямой. То есть нужно понять, что есть внутренняя жизнь, она может победить внешнюю ситуацию, в которой мы находимся. Мужчина является отражением этой внешней ситуации. Мужчина, его психика так устроена, что если он не будет жить так, как живет общество, то он не сможет просто элементарно деньги зарабатывать даже. Потому что ему надо быть таким же, как все. Если он не такой же, как все, ему тяжело деньги даже просто зарабатывать. А как все означает пить, гулять по бабам. Ну сейчас такая ситуация у нас. Поэтому ясно, что это не приносит счастья в личной жизни. Но это не значит, что так должно быть всегда. Потому что когда женщина начинает внутреннюю жизнь, это значит, что внутренняя жизнь или вот эта ее сила, сила чистоты, сила глубины, сила ее совести, она начнет менять также сердце мужа, потому что семья — это единое целое. Это одна структура. Так Бог устроил, что люди в сердцах объединяются. Двух сердец — одно решение, обручальное кольцо. То есть люди объединяются вместе с сердцами. И так как они объединяются, поэтому можно менять близкого человека с помощью работы над собой. Но когда мы начинаем работать над близким человеком, тогда в этом случае получается все наоборот. Чем больше я над ним работаю, тем больше он звереет. Чем больше я работаю над собой, тем больше он меняется в лучшую сторону. То есть работа над собой — это что такое? Это работа фактически над его судьбой. Потому что я отражаю его судьбу. Я вершу его судьбу. Если я начинаю вести себя хорошо, это как милость. На его судьбу проливается милость. Потому что он от лицетворения моей. Вот женщина пишет про него. Я сейчас от ее лица говорю. То есть он от лицетворения моей судьбы. Но я должна проливать на него милость. То есть в чем это выражается? Я должна думать о Боге. Должна копить в себе силу внутреннюю. Просто переварить то, что мне Бог дал. Вот эту ситуацию. Потому что когда человек просто с молитвой переварит ее, первое, что наступает, это спокойствие внутри. И чувство, что все будет хорошо. Крепость очень крепкая, но у нас большая армия, много сил. Мы сможем победить. Крепость соткана из его невежества, из его пьянства, из его хамства, из его грубости. Все это является признаком не личности, а той ситуации, в которую личность попала. Ситуация его мышления, его мировоззрения, взглядов. Они для мужчины всегда связаны с обществом, в котором он живет. Итак, видите, женщина уже написала мне письмо. Это значит, что она верит, что у нее все будет хорошо. Если бы она не верила, она даже писать об этом не стала. То есть это вера в результат ее работы над собой. Уже что-то сдвинулось с места. Надо двигаться дальше, вперед. Для этого движения нужно общение, нужны отношения. Нужно, чтобы подружки, друзья тоже занимались, работали над собой. Нужно, чтобы такое окружение было, которое верит, что мы можем победить. Также надо слушать лекции. Нужно отношения со старшими, с равными. И нужно кому-то помогать, заботиться еще о ком-то тоже. Но с равными больше всего отношений должно быть. То есть нужны друзья, с которыми я вместе буду идти вперед. Потому что один старший не поможет. Может иногда создаваться впечатление, что Олег Геннадьевич говорит, для какого-то божественного мира, в котором мы все не живем. Почему так может создаться такое впечатление? Потому что у меня нет друзей, с которыми я иду вперед. Когда я ищу таких друзей, вот они все сидят, знакомьтесь после лекции. Когда я ищу таких друзей, то тогда вот это чувство, что это все не работает, и не для меня, это не для нашей жизни, оно уходит. Потому что жизнь — это те отношения, в которых мы находимся. Я думаю, что я вкратце разобрал эту тему, а дальше надо просто над ней работать. Полтора месяца назад у моей сестры умер ребенок. Слово «умер» неправильное. Оно указывает на разлуку, которой нет возврата. Вот представьте, у вас есть близкий человек, вы разлучились с ним, нет возврата. Никогда больше не встретитесь. Это указывает на справедливость этого мира или нет? Это справедливо, что люди так разлучаются? Нет. А в этом мире нет несправедливости. Ребенок не умер, он остался. Просто он ушел из этого тела материального. Потому что человек может жить в материальном теле, может выйти из него и получить другое тело. Мы всегда меняем тело. Даже когда мы маленькие, мы растем, тело меняется. Оно сначала растет, меняется, потом оно когда стареет, оно уже не может, мы уже не можем жить в старом теле. Приходится его менять. Поэтому человек уходит в другое тело, он не умирает. Это сравнивается с тем, что когда человек засыпает. Вот вы спать ложитесь, боитесь? Нет? Что не проснетесь? Кто боится? Поднимите руку. Все, вы боитесь, да? Что не проснетесь, когда спать ложитесь? Да? Ну вы исключение. Что один, вы один человек всего, который боится. Все остальные не боятся. Они верят, что я завтра проснусь. Завтра проснусь. Вот точно так же разумный человек, который понимает, что тело это инструмент для его жизни, он так же оставляет тело в таком состоянии. Зная, что он точно проснется. Жизнь родится вновь. И маленький ребенок, что с ним происходит? Он просыпается потихоньку. У него сознание все трезвеет, все сильнее. Он все лучше понимает мир. Он все трезвее смотрит на него. Постепенно просыпается, идет пробуждение. В новое тело человек входит. Потом он его обкатывает, в 3-4-5 лет начинает бегать. Обкатывает машину новую, тело. Так ведь происходит, правильно? Часто девочки, получив женское тело, в детском возрасте дерутся со всеми. Ведут себя грубо очень. Маленькие девочки. А мальчики плачут такие. На обиде постоянно такие. Но потом проходит время, человек понимает, что он в мужском теле. То есть он в мужском теле, и он уже так ведет себя стойко. Но некоторые мальчики не плачут. Их невозможно вывести из себя. Они такие стойкие. Значит, они в прошлой жизни были мужчинами. А некоторые женщины, девочки, очень нежно себя ведут уже с детства. Это значит, что они девочками были в прошлой жизни. Человек привыкает к новому телу. Он его обкатывает. Можно по поведению понять, кем был человек в прошлой жизни, мужчина или женщина. А гормоны откуда берутся? Гормоны берутся от ребенка, а не от женщины. Потому что, когда душа входит в тело, она диктует, как все должно быть матери. Мать становится вспомогательным инструментом для жизни. Не она диктует ребенку, как все будет, а он диктует ей. Как вы думаете, что мать будет кушать, когда ребенок растет? То, что ей хочется, или то, что хочется ребенку? Ну, понятно, если человек живет в невежестве, он начинает глупости какие-то делать. Можно и по пузу себя настучать. И урода родить. Мы говорим сейчас о естественном ходе ситуации. Вот естественный ход ситуации такой, когда девушка живет нормально. Она как бы живет здоровый образ жизни, ведет. И когда она забеременела, то вкус у нее меняется в сторону желания ребенка. Она будет кушать то, что хочется ребенку. И гормоны ее будут работать так, как надо ребенку. Иначе бы ребенок не вырос. Он же растет в какой среде? В чужой. И так природа устроила, что ребенок под себя все подстраивает. Он растет там внутри. Если все как матери нужно было, тогда бы он не рос. Что такое токсикоз беременности? Женщина чувствует себя очень плохо. Почему? Потому что ребенок ей диктует что-то, а она не может принять. Она не может расслабиться. Она не может снять на себя напряжение. Не хочет понять, что она беременна. Живет как раньше. В результате ребенок бунтует. Наступает вот это вот состояние, в котором женщине плохо. Она такая... Почему? Потому что нет гармонии, нет контакта. Но когда она поддается, она смирилась с ситуацией, сдалась. Тогда и хорошо стало. Потому что все происходит так, как хочет ребенок. И потом в ее жизни точно так же и будет. Все будет так, как надо ребенку. Она будет так жить дальше в своей жизни. Но я ему лекцию сейчас не только для вас читаю. Потому что я сейчас понял, что вы дальше будете уже задавать вопрос за вопросом. И так мы с вами будем общаться три часа. У меня есть такие слушатели, которые как бы взяли внимание и все. Теперь до свидания все остальные. Но я общаюсь со всеми. Я вас тоже очень ценю, но со всеми. Хорошо? Вы не приняли мы сейчас... Нет, вы не приняли. И вы думаете, нет, я буду теперь... Я буду общаться с Олегом Геннадьевичем. Итак, ребенок ушел из жизни. Новорожденный всего месяц от роду. Такое бывает. Когда человек рождается, ему нужно очень мало кармы отработать. Я много раз это видел. Он уходит из жизни в молодом возрасте, благословляя своих родителей. В этом мире кажется, что уход, ранний уход ребенка – это проклятие. Да, это проклятие в том случае, если родители не способны с этим справиться. Сколько меня не спрашивали родители, когда вот такие дети, они как ангелы. То есть они когда уходят в детском возрасте с 12 лет, и мне одно и то же рассказывают все время. Этот ребенок никогда никому плохого слова не сказал. Он был как ангел. Он всегда идеальный характер имел. У него было тысячу способностей. Почему он оставил это тело? Ответ очень простой, что этому ребенку неподходящее место было для жизни эта земля. Он здесь просто отработал карму. Ему нужно было здесь побыть всего немного. А потом, когда он ушел, они такие дети всегда уходят в высшие миры. Там, где лучше жить, легче, чем нам. И всегда, когда эти родители меня спрашивали, я начал медитировать. На самом деле это несложно. Вы говорите, Олег Геннадьевич, но это же невозможно понять, куда человек ушел. Это очень просто сделать на самом деле. Если вот от этой идеи отвлечься и изучать эту тему, куда ушел человек, это очень просто. Есть признаки. Вот, например, родители, которых уходит ребенок в детском возрасте, они чувствуют от него благодать, от этого человека. Это признак того, что он на высшие миры ушел, высшие миры. И он становится ангелом-хранителем этой семьи. Вот этот ребенок маленький стал ангелом-хранителем этой семьи. Он ушел из жизни в детском возрасте и сейчас будет заботиться об этой семье. Он отработал карму свою. Он не мог попасть в ад, потому что он ничего плохого ведь не сделал, так? Зачем же тогда он родился? Для того, чтобы отработать свои какие-то трудности, испытания, пройти и дальше идти вверх уже. Человеческая жизнь может ограничиваться возрастом, то есть старостью, а может ограничиваться теми испытаниями, которые человек прошел. Вот он сдал все испытания, зачем ему здесь жить? У нас здесь такая концепция иногда существует, что здесь лучше всего жить на земле. Это неправильная концепция. Есть места и получше. Не обязательно все должны жить на земле. Есть места получше, чем в земле. Так как я изучаю древние писания, там эти места описаны. Потому что ум человека является прибором, который способен изучать мир более глубоко. Раньше наука была не только ограничена экспериментальной наукой. С помощью святых мудрецов также изучался этот мир. Они объясняли, как все происходит. И веды, вот эти древние трактаты, они были написаны такими учеными, которые способны были понять, как устроен этот мир очень глубоко. Там описывается, что есть высшие планеты. Во всех учениях, в мусульманском, в Коране описаны райские планеты, в христианстве тоже описано, в Библии описаны высшие планеты. Ангелы описаны, высшие живые существа. Все это существует. И вот этот ребенок пошел вверх. То есть, если человек настроен очень глубоко изучать, как устроена эта жизнь, он лишается скорби. Скорбь означает неведение. Он не знает, что происходит. Этот ребенок не разорвал отношения. Раз, он остается в отношениях, близких отношениях. И он не умер. Два. Что произошло, в чем неприятность, мы не можем увидеться. Но человек, который обладает силой внутренней, он даже увидеться может с теми, кто ушли из этой жизни. Это все зависит от тебя самого. Желаешь ли ты смотреть на этот мир более глубокими глазами? Я боюсь смотреть на этого человека. Он же умер. Он не умер. А боишься ты смотреть на него, потому что ему сейчас нужна помощь. И когда человек очень болен сильно, ноги отворачиваются от него, потому что он нуждается в помощи, а мне некогда о нем заботиться. Я не хочу, мне некогда. У меня свои дела. Поэтому я боюсь о нем подумать. А ты не бойся, возьми просто и помоги ему. Когда человек уходит из жизни, ему нужна помощь просто и все. Нужно думать о нем и молиться. Но мы никогда не можем помочь своими силами. Сила всегда идет свыше к человеку. Мы проводники силы. Душа, мы души. Душа по природе не наполненная силой, а передающая силу. Она проводник силы. И тогда она становится могущественной, когда она не от себя действует. Она является проводником той силы, которая у нее уполномочила что-то делать. Новорожденный всего месяц отр. Родился здоровым, но через две недели внезапно заболел и попал в реанимацию. Это был второй ее ребенок. Очень сильно переживаю это горе. Молюсь за младенца и за сестру. Скажите, как объяснить с точки зрения кармы это несчастье? Находится ли душа младенца на высших планетах сейчас? Как я могу помочь своей сестре преодолеть это горе? Вы должны ей рассказать то, что я сказал. Вы сами не поможете. Родственники не могут передавать друг другу знания, потому что у них другие отношения. Родственные отношения основаны на поступках, не на знаниях. Родственник не может посадить рядом с собой родственника и рассказать ему знания. Он говорит, что ты мне говоришь вообще? Я же твой близкий человек. Что ты мне тут это... Ты мне... Скажи, как мне жить? Ты родственник хочет любви только. Родственники хотят только любви. Никакого знания не хотят от нас вообще. Не надо давать знания. Им нужно давать только любовь. Все. Вот моя жена не хочет от меня никакого знания. Она хочет только любви. И все. Но когда... Ей что-то нужно в жизни, она спрашивает. Когда она сама чувствует, что ей нужно, она спрашивает. Ну, говорит мне заранее, отвечай мне не как лектор, а как муж. Все моменты, которые встают, вы уже сказали. Я их сейчас освещу. Я понял, да. Все моменты, которые вы имеете сейчас в своей жизни, называются одним словом гордость. Из-за этого вы долго говорили. Вы еще ничего не поняли, вы только начали понимать. Ваша жизнь, она течет в правильном русле. И когда я первый раз столкнулся с знанием, и первый раз почувствовал силу молитвы, я был на вершине счастья, и почувствовал, что святость уже зашла в мое сердце. Уже зашла. А потом, когда лет 20 позанимался, я понял, что гордость никогда еще не выходила из моего сердца. Она продолжает там жить и грызет мое существование. Вопрос был такой. У нас очень возвышенные отношения, мы как бы оба возвышенные люди, у нас все очень возвышенно и хорошо, но... Но... Постепенно строя отношения, мы начали увидеть друг в друге много недостатков. Они не соответствуют тому, чтобы строить отношения. Девушка должна очень много учитывать, чтобы выбирать себе близкого человека. Помните эту басню Крылова? За что кукушка хвалит петуха? За то, что хвалит он кукушку. Будьте очень осторожны. Сейчас, вы понимаете, благочестие, то есть добрые дела, они дают два результата. Первый результат — человек получает хорошее окружение, получает награду хорошего человека рядом с собой. Первый результат. Второй результат — человек начинает чувствовать, что он, ну, как бы достоин только самого хорошего в жизни. И ничего плохого он вообще не достоин. Вы сейчас мне говорили только о том, что вам дал Господь. Ничего, никакой заслуги я не увидел в ваших словах, в вашей личной. Потому что заслуга, когда говорится человек о каких-то заслугах, это всегда выглядит по-другому. Когда человек говорит о заслугах, то в этот момент он становится очень скромным. И обычно человек говорит не о своих заслугах. Например, вчера, когда я обходил святое место одно в Индии, я обходил с очень возвышенным человеком, своим наставником. И он мне рассказывал про другого человека, не про себя. Он говорил, что этот человек настолько возвышенный, скромный, что если бы ему еще немножко смирения побольше, то он бы, наверное, взлетел в воздух. Поэтому лучше, если у него не будет больше смирения, чем есть уже сейчас. Это уже будет слишком. То есть он мне рассказывал про эту Личность. Вот, то есть достояния, которые человек сам получает в жизни, начинают заставлять его смотреть внутрь. Когда человек смотрит внутрь, он видит только грехи у себя, только грехи и больше ничего. Он видит, что он ничтожество, ничтожество, что он не способен реально жить так, как положено, что у него много недостатков. Он видит себя в таком свете. Но это не означает, что он униженным становится перед собой. Он видит объем работы просто и все. Потому что его жизнь освящена благословением оптимизма внутреннего, что все будет хорошо, что мы победим. Этот оптимизм дает возможность видеть грехи. То, что вы сейчас рассказали про свою жизнь, это правда. Вы рассказали, что жизнь сейчас стала совершенной, что очень много хорошего происходит в вашей жизни. Ни одной капли ваших заслуг в этом нет. Это просто милость. Когда человек начинает свою духовную жизнь, Бог дает очень милости, он собирает все его прошлые заслуги человека вместе и объединяет в эти события, которые происходят сейчас. Вы встали на правильный путь жизни. И чтобы вас поддержать, Господь дал вам хорошего человека рядом с вами, которым вы уже начали плеваться. Он дал вам возможность чувствовать себя счастливо. Он дал вам возможность чувствовать, что вы совершенная личность. Он вам вашу духовную природу осветил изнутри. А вы перепутали это с собой. Это обычное дело. Не думайте, что кто-то по-другому себя ведет. Это обычное дело. Первый этап развития Личности — это отражение того, что есть у Бога. То есть человек начинает это отражение... Вот смотрите, допустим, я молюсь, думаю о святом человеке, и в это время я начинаю попадать под его влияние и чувствую очень сильную святость внутри себя. И потом в конце молитвы, что я... Какой делаю вывод? Что у меня сегодня была классная молитва, у меня была классная молитва, и я озарился святостью изнутри. На самом деле все не так происходит. Это святой человек дал мне святость свою внутрь, как просто милость, для того, чтобы я понял, что я иду с правильным путем. И это мне совсем не принадлежит. Это отраженная сила, которую человек получает в результате начала духовной жизни, очень важна. Она его двигает вперед, этого человека в жизни. Но результат этого отражения потом будет печальный. Следующий этап развития Личности такой, что человек, который получает эту отраженную силу в сердце, чувствует себя очень возвышенным, потом начинает критиковать всех остальных, кто менее возвышенный, находясь рядом с ним. И вот эта вот критика, она может до абсурда доходить. Она может доходить до безумных размеров, когда начинаются межрелигиозные войны и так далее. И люди часто застывают на этом этапе и не идут дальше. Потому что для того, чтобы идти дальше, надо трудиться начинать уже. А труд души означает прощение, смирение, восхищение качествами других и внимательное изучение своих недостатков. Потому что проблема заключается в том, что какие-то победы мы очень быстро воспринимаем в себе и придаем им огромное значение. А свои недостатки мы видеть не хотим, потому что их видеть больно. Видите, потихоньку вы уже перешли на тот период, когда вы плюетесь тем, что вам Бог дал. Бог дал вам человека сейчас? Вы пока не определились. Ну, определяйтесь. Вы имеете право выбирать. Крепость должна быть крепкой изнутри. Семья создается не для того, чтобы внутри сражаться, а для того, чтобы сражаться с тем, что снаружи. Это самый лучший вариант. Семья должна быть крепкой изнутри. Но насколько вы внутри способны получить себе такого человека? Потому что когда вы выбираете, вы должны понять две вещи. Первая вещь. Я хочу, чтобы этот человек был со мной или нет. Достоин он меня. Вторая вещь, которую вы должны понять, когда вы выбираете, чего я достойна. Потому что если вы это не поймете, вы вообще можете одна остаться. Нет, вы неправильно поняли. Вам любому человеку, который к вам придет в жизнь, не захочется сильно служить, если вы нормальная женщина. Да, вот любой человек, который понравился, ему захочется сильно служить сначала. Это опять не ваша заслуга. Это заслуга Бога, божественной силы, которая внутри вас сидит. Решение приходит с помощью молитвы и отношений со старшими. Если нет рядом старших, тогда нужна молитва. И Бог пускай решит, Он дат знак. Это мой человек или нет? Так надо выбирать. С помощью старших выбирать человека. Своими силами невозможно выбрать. Женщине невозможно выбрать, это мой человек или нет, своими силами. Она должна спрашивать у старших. Должны быть старшие в жизни. В этом обществе у людей нет старших. Потому что каждый суслик у себя на поле агроном. Понимаете, мы все крутые очень. У нас нет старших. Будет против? Это почему? Лекции слушайте. Почему? Заболевание – это важный аргумент. Я согласен с отцом. Если бы я был вашим отцом, я бы сказал тоже нет. Если есть серьезные заболевания, это не значит, что надо закончить отношения. У меня есть несколько примеров очень возвышенных людей, которые взяли близкого родственника, мужа или жену, с тяжелейшими заболеваниями, патологиями. И во всех примерах люди ломались, даже очень возвышенные. Вот я просто подумала, может у меня есть такой шанс. Все ломались, даже очень возвышенные. Но некоторые потом возвращались назад. Но все, кто брали себе человека, с которым надо потом возиться всю жизнь, тяжело очень, трагедия. Лучше этого не делать. Спасибо вам огромное. Я очень извиняюсь, что я так много внимания заняла. Перед кем вы извиняете? Перед всем. Все будет у вас хорошо. Я не решил вопрос ваших отношений. Я не знаю ситуацию. Вы должны дальше думать, изучать. Аргументы, которые вы привели, правильные. Но я не знаю конкретной ситуации. Я уже почти полгода слушаю лекции. Моя жизнь начала сильно меняться. Я молюсь, занимаюсь духовной практикой. Не ем мясо. Готовлю с молитвой. Отношения с мужем стали лучше. Человек объясняет, какая у него вера. Но мне также нравятся и ведические книги, и молитвы там и так далее. Люблю на ночь слушать ведическую духовную музыку. Могу ли я сочетать это со своей верой? Или мне что-то нужно выбрать одно? Человек, у которого есть вера, он никогда ничего не выбирает. Вот у человека в сердце есть вера в Бога, он ничего не выбирает. Мне иногда в жизни бывает такое, что в каких-то духовных культурах я накажу какие-то зерна очень серьезные. Ну, важные моменты в жизни. И эти моменты сильно помогают в развитии. Это означает культура. Люди должны жить такой культурой, что все духовные традиции должны быть для меня хорошими. Не плохими и чужими, как сейчас у нас эта вражда межрелигиозная, а хорошими. Хорошими означает то, что я могу там почерпнуть что-то. Там нет опасности. Но каждый человек должен знать, что нет вопроса в том, чтобы менять веру. Потому что если есть вера, ее невозможно поменять. Допустим, у вас есть муж, но появился какой-то хороший человек рядом, допустим. Он приходит к вам в гости, дает вам нравственные какие-то советы. Ведь нет вопроса в том, чтобы менять мужа. Так ведь? А вера в человек это еще глубже, чем муж. Нет вопроса, чтобы менять мужа. Если вам нравится, допустим, какое-то знание, которое дает вам ответы на вопросы, послушайте, это не проблема. Но никогда не надо менять веру. Но бывает так, что у вас нет веры. Вы думаете, что у вас есть вера, но у вас ее нет просто. Потому что когда у человека есть вера, у него нет вопроса. Вы разберитесь сначала, у вас есть вера или нет. Если есть вера, зачем ее менять? Ее невозможно поменять. Как можно поменять веру? Вера — это отношение с наставником. Это понимать вера, это не то, что я вот верю и все. Вера означает семья, в которой человек живет. Это семья, большая семья, в которой у него есть наставник, у него есть общение какое-то духовное, есть молитвы, есть праздники духовные, есть много-много всего удивительных, святые места. Как это можно поменять? Это невозможно поменять. Но если у человека нет веры, у него просто есть культура, в которой он как бы живет, и ему что-то понравилась, какая-то вера, допустим, в его сердце, то почему бы ему не пойти туда? В чем проблема? У человека должна быть верой. Это болезненный всегда вопрос, болезненный вопрос, выбор веры. Но если вера выбрана, менять ее — безумие. Безумие. С чем ее менять? Если так, вера выбрана — это большое счастье. Зачем ее менять? Вера означает, что чистый светлый глоток в жизни ты уже получил. Ты уже там получил нектар. Зачем тебе что-то еще менять? Можно слушать что-то, изучать. Это для общего образования. Хорошо. Это еще нужно для того, чтобы не было злобы к другим направлениям духовным. У меня есть одна знакомая, она ходит на мои лекции, она мусульманка. Она пишет статьи о междурелигиозном диалоге. Когда я это все читаю, у меня сердце наполняется радостью. Почему? Потому что она поняла, как должно быть в нашем мире. В нашем мире не должно быть вражды между верами. Мы должны учиться понимать друг друга. Но это не означает прыгать, как обезьянка с одной ветки на другую. Понимание не означает, что я меняю наставника, меняю праздники духовные, меняю культуру свою. Ничего не надо менять. Надо уважать, ценить и принимать хорошее в свою жизнь. Подскажите, пожалуйста, как вести себя с мужем, если каждый выходной день он выпивает то пиво, то водку. Когда я ему начинаю высказывать, что он неправильно себя ведет. В ответ получаю, не учи меня, у меня напряженная работа. И я снимаю так стресс. Все правильно? При этом он никак не развивается. Он работает инспектором. Не буду говорить каким. Вот кто такой муж? Это наказание за мои прошлые грехи. Это воплощенное наказание мое. Вот мое наказание не развивается. Что делать? Мое наказание воплощенное не развивается. Не меняется. Что это значит? Это значит, что я не развиваюсь. Если я развиваюсь, то мой близкий человек меняет отношение к жизни и ко мне. Это результат моего развития. Вы скажете, не получается ли, Геннадьевич, такого? Я не вижу примеров. Вот мой близкий человек не меняется. Это значит, что вы не развиваетесь. Можно читать много, изучать. Это означает внутреннее развитие. Как человек копит что-то, как копится энергия, копится. Но лампочка в какой-то момент загорается. В какой-то момент начинает гореть. Это значит, изменение качественное произошло. Когда лампочка горит, тьма остаётся или нет? Может быть, чуть-чуть остаётся, потому что лампочка ещё не разогорелась на полную степень. Но вот смотрите, ситуация в вашей жизни какая. Раньше вы даже не понимали, что это плохо, что он пьёт по выходным. Сейчас вы развились до какого-то уровня. Начали понимать, что то, что он пьёт по выходным, это плохо. Но не понимаете, почему он пьёт. Он вам конкретно объяснил, что я пью, потому что мне тяжело, я снимаю так стресс. И представьте, что если он сейчас возьмёт и перестанет пить, что с ним будет? Инсульт, инфаркт там. Это вот это искусственное бросание, курить, пить, даёт такой результат. Инсульт, инфаркт и другие тяжёлые, неизлечимые заболевания. Причина, потому что человек пьёт от того, что он не может по-другому жить. Нет таких людей, которым бы нравилось ползать на корячках и рыгать под столом. Нет таких людей. Это никому не нравится. Просто есть люди, которые к этому привыкли в себе, потому что по-другому они не могут. И причина, потому что у них нет опыта. Этот опыт переходит через близкие отношения в семье, через любовь. Вот, допустим, если жена начинает молитву внутреннюю жизнь, это мужу передаётся. Он, когда её обнимает, то вот эта её вся сила духовная сразу к нему приходит в сердце. И он начинает чувствовать облегчение. И он тогда будет обнимать почаще жену, вместо водки уже начнёт жену обнимать почаще. То мы на этой атмосфере, в этой атмосфере, в квартире начнёт чувствовать, что в квартире такая атмосфера, что пить не хочется. Выхожу за пределы, уже пить хочется дальше. Следующий этап развития. Но самый первый этап, это я понимаю, что это плохо пить. Я подошёл к горе, вижу, что гора большая. Когда далеко был, мне казалось, что вообще никакой горы нет, просто равнина. Потом смотрю, гора, оказывается, есть. Пришёл, смотрю, большая, оказывается, гора. До этого казалось маленькая. Теперь большая, вот он, объём работы, я уже увидел. Это нормально? Почему-то люди боятся этого момента. Вот у меня объём работы, муж пьёт. Это объём работы. Но легче, он не меняется. Он говорит, что мне нравится такая жизнь. А всем нравится та жизнь, в которой они живут. Надо просто развиваться, и потом будет другая жизнь у него. Вы скажете, такого не бывает, не верю в это. Хорошо, давайте проверять. Поднимите руку, кто развивается, и муж меняется. Поднимите руку. Есть такие люди? Вон, смотрите в зал. Развиваются, муж меняется. Значит, есть это. Поднимите руку, мужчина развивается, жена меняется. Вон, смотрите, мужчины поднимают. А есть такие, кто развивается, и близкий человек не меняется. Поднимите руку, не бойтесь. Не меняется. Не молитесь. Почему? Депрессия означает, вы не развиваетесь. У вас нет правильного общения. Вот те, кто подняли руки, они могут вам дать общение правильно. Вы не понимаете, как развиваться. Развитие своими силами — это безумие. Человек — это существо, которое наполняется светом от кого-то. Как свеча передает свет другой свече. Мы должны общаться. Без общения не будет силы. Вам не с кем общаться. У вас есть компьютер? В интернет лазаете? В скайпе сидите? В фейсбуке там и так далее сидите? Общаться есть с кем? На какие темы? Бла-бла. Да? Из вашего окружения никто не занимается этим. И чья это проблема? Я не обвиняю ваше окружение. Я сейчас вам объясняю. Что окружение человека зависит от вкуса к жизни, который он имеет. Вкус меняется постепенно в результате слушания. Вы сейчас изучаете, как жить сначала правильно. Постепенно ваш вкус жизни меняется, и у вас появляется мечта иметь других друзей. Эта мечта очень скоро воплотится. Потому что это несложно на самом деле иметь таких друзей, которые интересуются возвышенными вещами. У нас, допустим, в контакте, в группе контакте ни бла-бла не происходит. А там сейчас 160 с лишним тысяч человек. У меня на сайте группа контакта есть. Там как бы они развиваются, общаются между собой. Видите, вы подняли руку, сказали, что у меня муж не меняется. Никогда не бывает так, чтобы лампочка загорелась ярче, а темнота осталась прежней. В Агвардхите есть такое высказание. Зло никогда не одолеет того, кто творит добро. Зло может быть. Оно реально существует. Оно действует, давит, противостоит нашей силе. Но оно одолеть не может. Потому что тьма никогда не одолеет свет. Только свет может одолеть тьму. Но свет не мой. Это не мой свет. Я частичка света. Я переломляю свет высших сил. Тех, кто дает мне. И высшие силы дают свет тем, кто несет его другим. Надо жить не для себя учиться. Видите, вы очень сильно поглощены мыслями о себе. Думайте о себе постоянно. Вот у меня такая тяжелая жизнь. Это называется депрессия. Вы забудьте о себе. Начните что-то делать для других. Это очень больно. Переключаться себя на других. Очень трудно, болезненная вещь. Но когда вы это начнете делать, тогда вы перестанете чувствовать депрессию. Это возможно в отношениях. Когда вы видите таких людей, которые так живут, вы к ним подключаетесь и начинаете так же жить. Это называется религиозная среда. Потому что есть три слоя жизни. Низший слой. Это слой людей, которые пытаются силой доказать этому миру свою правду. Это называется невежественная жизнь. Сейчас невежественные люди очень сильно продвигаются во все структуры власти везде. То есть силой доказывают, что я прав. Есть страстные люди, которые по своей природе не агрессивны. Невежественные люди агрессивны и злобны по своей природе. Они ведут себя жестоко со всеми вокруг. Есть страстные люди, которые не злобны по своей природе. Эта страстная среда очень сильно уже развилась на земле. Очень сильно развита. Страстные люди, они живут, желая иметь достаток в жизни, хорошее положение в обществе. И для них главное, как выглядеть и эффект произвести. Что происходит в сердце, их не интересует. Их интересуют внешние вещи, эффект. Как я выгляжу, как я себя веду. Страсть тоже не означает дарить. Страстные люди, как и невежественные, никому ничего не дарят, не отдают. Они добиваются. Но с помощью не силы, а знания. С помощью образования, с помощью правильного поведения достигают превосходства. Есть благостные люди, это религиозные люди. Люди, у которых есть вера. Вера означает, не я первый. И страстные и невежественные люди считают себя первым. Я могу добиться своей жизни все. Я свою жизнь сделаю. Благостные люди пытаются получить знания. Они пытаются найти наставника. Молит, молятся, прощают. Учатся прощать, просить прощения. Такие люди объединяются так же, как страстные и невежественные в отношении. Когда человек приходит в общество благостных людей, те начинают ему служить. Они говорят, что мы для тебя можем сделать, как мы тебе можем помочь. Ему нравится в таком обществе жить. Но в какой-то момент он начинает понимать, что это не жизнь. Когда все для тебя что-то делают, а ты просто принимаешь это. Это не жизнь. Это просто как растение. Вы поливают, поливают, оно растет. Мы не растение. Душа обязана трудиться. Надо самой учиться заботиться с другими. И это приходит со временем, когда душа крепнет в благостных отношениях, в благостной силе. Она уже не думает о том, меняется мой муж или нет. Ей становится это просто неинтересно. Почему? Потому что нет никакой проблемы в том, чтобы он поменялся. И вопроса в том, будет он меняться или нет, тоже нет. Есть только один вопрос. Что я сделала для него сегодня? Что я сделала для близкого человека, чтобы его сердце обрадовалось? Потому что сердце, лампочка загорается только когда ее кто-то зажигает. Если мы ничего не хотим зажигать, как он будет меняться? Олег Геннадьевич, этот человек, не тот, кого надо зажигать. Это неправда. Это как раз тот человек, который должен вас мучить. Его Бог поставил вас мучить. И он будет вас мучить обязательно. Почему? Потому что так устроена эта жизнь. Семейные отношения не только счастья мы дарим друг другу, но также страдания. Нас тот обязан мучить. И мучают нас близкие люди. Это такой закон. Не только дети мучают, так же родители и муж обязательно будет мучить. И как он будет мучить? Как мне неприятно, да, вот так он будет мучить. А я должна дарить ему свет, и тогда он будет зажигаться изнутри сам. И мучить меньше меня будет. Тот, кто горит светом, мучает меньше уже. Но мучить будет все равно. Итак, я, к сожалению, не смогу на все записки ответить, но у нас сегодня интересная тема – развитие личности. И мы, в общем-то, об этом уже с вами начали говорить сейчас. О развитии, как я развиваюсь. Начали говорить об отношениях. Сейчас мы будем это говорить с позиции тех мудрых людей, которые уже вдохновили Льва Николаевича Толстого. И он написал об этом книгу «Мысли на каждый день», да, «мысли мудрых людей». «Будь правдив, не служи гневу, давай просящему. Ведь он просит тебя о немногом. К святым приблизишься ты, шествуя этими тремя путями». Буддийская мудрость. «Будь правдив». «Правдив» не означает мучить своего ребенка, который двойку получил. «Я тебе правду говорю». «Ты не должен так учиться». «Правдив» означает не трогать тех, кто ведет себя неправильно. «Правдив» означает по отношению к себе. Я должен был все сказать, то, что вам сказал, по отношению к себе. Но за свои гордости внутренние я вам это все начал говорить. Это моя проблема. Я плохо развиваюсь. У меня не хватает отношений со старшими. Я залез на эту сцену, горжусь собой. И поэтому правда заключается в том, что мне хватает знания о том, как мне надо жить правильно. С этим вопросом я обратился к своему старшему вчера, когда мы с ним шли вокруг святого места. И эти ответы на эти вопросы я получил, встретив одну свою знакомую, которая там живет в том месте уже много лет. Она мне рассказала кое-что обо мне интересное. Она очень строго со мной себя говорила. Мне очень строго говорила важные вещи в моей жизни. И внимательно слушала. Так всегда проявляется милость Богу. Строгость – это самая большая любовь, какая только может быть в нашей жизни. Многие люди хотят только, чтобы вы гладили по голове. Но строгость того человека, который тебя любит – это самое лучшее, что может быть в этой жизни вообще. Самое лучшее. Потому что это и есть то, что мы так хотим знать. Правдив означает принять правду от кого-то. Обычно правду лучше принимать от того, кто тебя любит. Потому что большинство людей говорят нам правду с ненавистью. И эта правда на самом деле не является правдой, потому что чаще всего раздувают из мухи слона. Я бы, допустим, с удовольствием принял правду от тех людей, которые много сейчас пишут во мне разных вещей в интернете. И я уже пытался это делать. Но я вижу, что там не слишком много правды. Потому что все раздувается. Какие-то незначительные вещи делаются огромными. Иногда вообще говорится о том, чего нет на самом деле. Я думал, как же мне это принимать. И у меня в сердце возникло чувство, что лучше я буду принимать правду ту же самую от тех, кто для меня старше. Я смотрю, нахожу, что обо мне пишут и спрашиваю об этом своих старших. Они мне рассказывают, как мне решать эти проблемы, эти вопросы. И рассказывают так, что можно их решать. Реально появляется возможность меняться. То есть, другими словами, правду хорошо понимать от тех, кто тебя любит. Потому что те, кто тебя не любит, они хотят тебя просто уничтожить. Они не хотят тебя поменять. Они хотят, чтобы тебя просто не было, и все. Чтобы тебя просто не было. Но душа, она вечную природу. И не уничтожишь. Что с ней сделаешь? Если они меня сейчас прибьют здесь, в России, я где-то в другом месте рожусь, буду опять лекции читать. Я же вечный, я никогда не смогу погибнуть. А кто-то другой будет обязательно. Нет такого, чтобы вы остались без лектора. Не беспокойтесь, я еще не умен. Все нормально. Я просто рассуждаю на эти темы. Кто кому может помочь, кто не может. И правдив означает принять вот эту правду. Я хочу услышать правду о себе. От того, кто с любовью ко мне относится. Я хочу иметь старшего в своей жизни. Потому что невозможно самому себе всю правду о себе сказать. Потому что наше сердце боится правды. Оно находится в состоянии дикого напряжения. Мы не хотим принять правду эту. И поэтому мы даже ее не видим и не чувствуем. Много и многие вещи в своей жизни просто не знаем о себе. Причина заключается в том, что у нас силы сердца не хватает на это. Но старший всегда скажет нам столько, сколько нужно для того, чтобы мы развивались. Сколько нужно, он скажет. Таким образом, будь правдив означает слушать от старшего строгие вещи. Это признак правдивости. Также обмениваться с равным. Говорить о важных вещах с равным. Он тебе говорит, я ему говорю. Не как в басне Крылова, почему кукушка хвалит петуха. Потому что он хвалит кукушку. Получается дружба. У нас сейчас в основном такая дружба. Дружба означает, что мы какие-то важные вещи говорим друг другу. Это дружба с любовью. Честно говорим что-то друг другу. Как развиваться. Не обязательно недостатки. Может быть, хорошее что-то говорим. Подбадриваем близкого человека. Дружба означает, что мы помогаем. Но также очень важно говорить младшим правду с любовью. С любовью означает смиренно. Когда человек гордо говорит правду. Это как правда никому не нужна. С ненавистью, со злобой, с критикой. Правда такая никому не нужна. Вообще слово критика сейчас стало очень популярным в нашем обществе. Критика это не то, что помогает вообще в принципе. Это не та сила, которая дает возможность человеку развиваться. Критика это просто проявление зависти и злобы. Когда человек в древней культуре критиковал, это означает, что он неквалифицированный человек и с ним вообще не надо общаться. Потому что когда человек хочет помочь, он не критикует, а объясняет. Иногда может объяснять строго, но это тоже не критика. Критика это просто проявление злобы. В злобе нет никакой правды и нет никакой любви. И поэтому к святым мы не приблизимся, шествуя этим путем. Путем злобы и обвинения человека. У меня есть такая практика. Я всегда, когда сталкиваюсь с культурой, в которой я нахожусь сейчас, я всегда себя, когда вижу людей, кто-то пьет, кто-то матерится и так далее. Я когда иду, допустим, по улице, вижу это все. Потому что в окружении тех людей, где я живу, такого нет. У меня все друзья очень возвышенные личности. И спасибо Господу за это. У меня все, кто работает со мной, рядом находятся очень возвышенные личности. Есть чему поучиться. Иногда, когда попадаю в какую-то среду, допустим, там, я вижу, что много людей ведут себя неправильно. И у меня есть одна практика в связи с этим. Она развивает правдивость. Такая практика. Или помоги этому человеку, или не трогай его. Или помоги, или просто скажи ему, у тебя все будет хорошо. Никогда не думай о том, что он плохой. Это вообще, в принципе, неправильно. Ты ему не поможешь этим, себе тем более. Люди плохими становятся только от того, что они знают, как правильно, и у них нет сил, как правильно. Все. Нет другой причин, почему этот человек лежит в луже. Если ты не можешь ему помочь, тогда благослови ему, чтобы все было у него хорошо. Но если твой ребенок лежит в луже, возьми его, вытащи оттуда и побей ему по попе. Это тоже милость. Если это близкий человек, его можно наказать. Но если это чужой для тебя человек, не надо его обвинять ни в чем. Потому что обвинение, это не помогает. Это признак твоего бессилия просто. И все. Это значит, что ты слабый человек. Не можешь принять людей вокруг себя. Часто люди в метро злятся друг на друга, толкаются и так далее. Это признак слабости. Будь правдив. Не служи гневу. Видите, если ты не правдив, кому-то начинаешь служить. Гневу. Потому что что такое гнев? Это отсутствие возможности понять. Вот, допустим, почему я злюсь на этого человека, который в метро там ругался, кричал. У меня вот это вот сначала, оп, такая реакция. Фу, какой человек. А потом второе внутреннее чувство. Или помоги, или благослови. Не трогай этого человека. Ты не судья ему. Или помоги, или благослови. Не трогай. Что такое гнев? Отсутствие силы. Я тебя сейчас застрою, дрянь такая. Почему двойку получил? В кого-то такая дура уродилась. Ну, в кого уродилась? Понятно, в кого. Твоя же дочка-то. Или помоги, или не трогай. А если не можешь ни то, ни другое, тогда проси прощения потом. Это неправильное поведение. Это называется правдивость. Возвращаемся назад. Разгневались. Возвращаемся назад. Можно ли просить прощения у своего ребенка? Нужно. Ребенок же живой человек. Он все понимает, что происходит. Мама должна сказать. И извини меня, дочка, что я вчера разгневалась по поводу твоей двойки. Я должна была тебе это сказать по-другому. И должна была с тобой поговорить на эту тему, почему так получилось. Но я не должна была тебя унижать. Прости, пожалуйста, меня. Я не сдержалась. Не смогла трудность своей судьбы преодолеть. Потому что обязательно судьба будет нас мучить. Обязательно будем выходить из себя. Сто процентов. Служить гневу означает оправдывать себя. Что значит служить гневу? А я вот разгневался, и правильно, и еще больше им покажу всем, кто меня слушает мои лекции. Я им устрою Кузькину маму. Чего это они так неправильно живут? Я вот правильно же живу. Вот мы вдвоем с ней совершенные личности уже, а остальные все несовершенные. Служить гневу означает вот тупость просто, тупость внутренняя. И очень старшие очень хорошо помогают в этой тупости, они ставят на место моментально. Просто одним взглядом. Вот очень хорошо в глаза старшему просто смотреть. Я когда смотрю в глаза старшему, просто одним взглядом ставят меня на место. Все, сразу раз и все. Мы когда в аэропорт пришли, у меня такая мысль была, о, все, дошел до кресла, сейчас расслаблюсь. И напротив меня сидел мой старшим, тоже летел назад. Он смотрел на меня внимательно и говорит, мы ведь сели помолиться сейчас. было двенадцать часов ночи, я такой, да. Я говорю, да. Начал молиться рядом с ним, думаю, классно. Я настроился на его стопы, начал кланяться мысленно. Чувствую, сила внутрь пошла. И молитва, несмотря на то, что спать хочется страшно, все рассеялось, сон рассеялся. И нас посадили потом в разные места. Я потом смотрю, он не видит. Такой раз, начал спать. Ну, немножко посплю, ничего не видишь. Старшие – это те, кто дают нам силы. И они одним взглядом показывают все, что там есть внутри. Высвечивают все недостатки. И когда человек вот так живет, то ему легко отдавать. Вот он слушает правду про себя, не оправдывает себя за то, что он вышел из равновесия. И тогда, когда человек так живет, ему легко уже отдавать. Потому что, когда человек гордый, не хочет быть правдивым, и злой, не хочет просить прощения, он не может отдавать. Потому что гордость и злоба делают человека нечувствительным к чужому, к чужой нужде. Так, это буддийская мудрость. Мы говорим о развитии личности, движемся вперед. Все истинные мысли – живые мысли и проявляют свою жизнь в том, что способны питать и изменяться. Но изменяются они подобно дереву, а не облаку. Человек должен не просто думать, а иметь цель какую-то в жизни и думать направленно в этой цели. Когда мы начали обходить Святое Место, мой старший наставник встал напротив меня и спросил меня, у нас какая цель сейчас, какую цель мы преследуем, обходя Святое Место? Чего мы хотим из этого сделать? Какая цель? Я сказал, у меня цель поклонения Святое Место. Он меня спросил, а ты когда сейчас пошел, об этом думал? Я сказал, нет. Он мне сказал тогда, что если ты не думал об этом, значит тогда все твои мысли во время обхождения Святого Места не приведут к одному результату. Потому что ты должен думать о том, что является твоей целью. Все остальные мысли, они будут вокруг этого потом группироваться и получится дерево, а не разрозненные облака. Понимаете? То есть каждый день нужно себе сказать, а что сегодня я хочу? Какая цель жизни сегодня у меня? Просто на работу сходить, просто покушать, это не цель, это нужда. Человек идет на работу, потому что у него нужда. Он кушает, потому что есть нужда. Ребенка берет из школы нужда, всех готовит покушать нужда, стирает белье нужда, в метро едет нужда. А что за нуждой стоит? А если ничего, значит тогда эта жизнь превращается в депрессняк, и просто жить становится невыносимо. Потому что вот здесь вот у нас в сердце находится совесть, представительство Бога, которое нам говорит, «Ты что сегодня делаешь? Чем ты занимаешься? Я в метро еду, я еду на работу с работы». Это не жизнь, это просто нужда. Жизнь означает, что у тебя есть какая-то мысль сегодня в твоем сердце, сегодня, прямо сейчас, какая-то мысль, которая тебя приближает к Богу, к чистоте, к святым людям, к вере, к чувству гармонии с людьми, пониманию, что все вокруг имеют чистоту, к чему-то светлому, возвышенному. Если ты не ставишь себе сегодня такую цель, значит твой жизнь, твой день приведет тебя к депрессии. Ты закончишь этот день, и он будет вот здесь, вот неудовлетворенность возникнет. И захочется смотреть, мертвые не потеют вечером. Не читать жизнь святых, а мертвые не потеют смотреть, потому что надо как-то эту неудовлетворенность снять и что-то такое сделать, чтобы вот все равно спать лечь так, что мертвые не вспотели, и хорошо. Вот, понимаете? Хоть что-то должно быть хорошо в жизни. Но вот для того, чтобы вот эту вот идею внутреннюю, что у меня есть тема какая-то сегодня для жизни, тема важная, которая приближает меня к счастью, счастье — это внутренняя вещь, не наружная. Многие люди думают, счастье — это все-таки доехала я до работы, получил зарплату, получил счастье, родила. Но ты не сама рожала, это природа рожает. Ну, зачала я ребенка, счастье. Но это природа зачала ребенка, ты же не зачинала, ты полежала немножко там, что-то поделала. Вот. А потом не всегда же получается, что полежала, поделала и зачинается ребенок. Так? Иногда зачинается, иногда нет. Это природа зачинает, это значит, что тебе милость просто дали. Тебе туда, под сердце милость дали, и ты сейчас эту милость носишь от Бога, и скоро она будет уже у тебя на руках. радоваться и жить. Но это же не твоя заслуга. Ты же там клетки не размножала сама в нужном направлении. Правильно? Поэтому все эти вещи, что я на работу приехал, и слава Богу, я благополучно приземлился, мужчина рядом со мной сидит, звонил, я благополучно приземлился в Москве. Говорит, не ты благополучно приземлился, тебя приземлили благополучно. Это не наше все, это не то, чем мы должны заниматься, это все приходит само собой, это просто нам Бог дает подарки. Я благополучно приземлился там, благополучно доехал. Все это само собой происходит, это подарки. Но что я сегодня сделал, я хотел подумать вот об этом, помолиться об этом, и сделал это. Я подумал, я помолился об этом, что я могу сделать для своей судьбы, что меня приближает к счастью, почему жизнь меняется к лучшему. Это когда я в сердце делаю такую мысль, которая на дерево судьбы потом ложится. Я сегодня с утра взял и начал думать о наставнике, и начал молиться, я хочу увидеть его чистоту, я хочу ему научиться служить, я хочу простить мужа, я хочу благословить своего сына, на то, чтобы он стал разумным человеком. И я сегодня молилась и благословила его. Вот это уже я сделал. Это я сделал. Я молилась, благословила, это я сделал. И это на дерево судьбы уже не как разрозненные облака встанет, а как одно дерево, которое будет расти. Дерево судьбы растет. Дальше подтверждение Сенека дает подтверждение. Все истина великая совершается медленным, незаметным ростом. Истина великая, все. Истина. Не какая-то попса, а истина. Медленным, незаветным ростом. Когда я выйду замуж, Олег Геннадьевич, когда я уже разовью такие женские качества в себе, которые бы привлекли кого-то. Почему я бесплодное дерево? Нет, ты уже, уже цветочки пошли. Ты уже не бесплодное дерево. Бесплодное дерево не думает о том, что важно в жизни. Просто развлекается и все. Уже пошли цветы, но еще и плодов нет. И когда у человека жизнь течет в правильном русле, в хорошем ключе, счастливом, когда он знает, что все правильное происходит незаметно, постепенно и медленно. «Когда я выйду замуж?» Поднимите руку, а вот такой вопрос стоит сейчас. Ну, смотрите, все счастье любое в жизни приходит, когда человек понимает, что все, что в жизни происходит, происходит постепенно, незаметно, незаметно и медленно. Видите, а вы не поняли хода течения жизни. Вы думаете, что все должно быстро, заметно и не постепенно. «Оп!» Вдруг как в сказке скрипнуло. Все мне ясно стало теперь. Ну, я чувствую, что теперь... Я говорю об этом как раз, об этой песне. И страдания от этого возникают в жизни. Выйдите замуж. Замуж выйдете или нет? А что тогда переживаете? Переживаете? Ждете означает не верить. Женщина, допустим, забеременела, она ждет или нет? Иногда ждет, иногда нет. Если она такая, а у меня все нормально, я не пойду я к этому гинекологу. У меня все растет хорошо. Это означает, что она верит. И она свой срок как бы... Свой срок принесет плоды. Дерево любви распускает. Здесь у нее есть такая красивая... Принесет плоды. Дерево любви. Если человек понимает, что все приходит само собой, он счастлив. Беспокойство возникает от отсутствия веры. Ну, допустим, если вы правильно себя ведете, вы как женщина же уже дарите всем, свою заботу дарите. Значит, вы идите замуж. Или нет? Ничего себе! Вот в чем проблема, оказывается. Вы за Бога хотите замуж выйти? Ну, не за большого Бога, а за поменьше, да? За своего Бога, да? Нет, это неправильное мышление. Бог вам даст того, кого вы заслужили, и все. Что? Я хочу. Мы сейчас и говорим не о том, что вы хотите, а о том, что вы заслужили. В чем-то я хочу. Бог ведь дает человеку не то, что он хочет, а то, что он заслужил. Выбор из того, что заслужил. А? Надо понять, что вы заслужили. Для этого надо оставить гордость. Вот видите, проблема ведь не в том, что вы не выйдете замуж. Вы уже знаете, что вы выйдете замуж. Есть две проблемы. Первая, вы хотите быстрее. Это означает, что вы не знаете, как течет время. И у вас не будет счастья по этому. Вот такой китайский анекдот, когда там эпоха развития была. Приезжает в Китай делегация, смотрит, сазаем рис. На следующий день выкапываем рис. Почему выкапываем? Сильно кусать хочется. Надо ждать. Видите, ждать означает получить самое лучшее. Когда человек живет, ход времени чувствует правильно, то тогда он ждет самое лучшее. Но у него нет проблем. У женщин нет проблем не ошибиться в выборе. Сердце чувствует правильного человека. Моего человека чувствует сердце. Но если она хочет быстрее, тогда не чувствует. Почему хочет быстрее? По двум причинам. Первая причина. Не верит, что выйдет замуж. Не верит в Бога. Нет веры, что если я делаю правильные дела, я женщина. Я делаю правильные дела. Значит, я точно выйду замуж. Когда придет время. Нужно спокойно воспринимать ход времени. Женщина не должна ждать, когда она уже замужем будет. Не надо этого ждать. Надо просто делать правильные вещи. Вот смотрите, женщина, когда делает правильные вещи, какой она становится? Наполненной. Да, вот правильно. Женщина наполненная в щечках всегда становится. Только в щечках. В щечках, губках, глазках. Когда женщина делает правильные вещи, она вот здесь, вот в лице становится наполненной. Это значит, что она сильная, влиятельная, у нее нет проблем, она точно выйдет замуж, у нее нет проблем, она не беспокоится. Беспокойство возникает только в одном случае, когда я хочу быстрее, означает не хочу уход времени. Если человек даже какать начнет быстрее, у него вылезет геморрой. Надо какать так, как положено. Даже какать надо так, как положено. Рожать то же самое, потихоньку какать, кушать. Можно подавиться. Первая проблема, я хочу быстрее. Вторая проблема, я не верю, что выйду замуж. Не верю, потому что ничего не делают для этого. Когда женщина начинает вести себя по-женски, как Золушка, хоть поверьте. Помните Золушка, она служила всем такая счастливая, такая вся в копоти, но она была девушкой. Все остальные такие ходят, ждут принца. Но они не девушки, просто растения ходят такие, ничего не делают. Она все делала, она девушка, она заботилась обо всех. Она очень красивая внутри, внешне такая чумазенькая чуть-чуть, но внутри красивая. Почему? Потому что она заботилась обо всех, она служила такая. Молодец, активная. Но не было сомнений. Не было сомнений, что она выйдет замуж, потому что когда женщина начинает делать правильные вещи, сомнения уходят. Сомнения возникают только от того, что она просто лентяйка. Многие девушки, они мечтают, они мечтают, а замуж мечтают. Мечтают означают лентяй просто, лентяйки. Женщина не должна мечтать, она должна действовать, делать. Энергия любви надо, чтобы была проявлена. Готовить любишь? Нет. Люблю. Надо готовить. Петь любишь? У вас есть сомнения по поводу своей личной жизни? Значит, надо все больше и больше это делать. Видите, о чем? Вот мы поняли друг друга. Мы поняли друг друга. Когда женщина очень сильно ведет себя, как женщина, у нее нет сомнений в том, что она выйдет замуж. Теперь нужно еще одну вещь понять, очень важную. Эта вещь дает счастье человеку, счастье в жизни. Что все в этой жизни приходит всегда, вовремя. И это происходит постепенно, незаметно и спокойно. Не торопите события. Просто живите так, как положено. Примите ход времени. Вот примите от Бога ход времени, вот как положено. Вот так положено. Вот я хочу ребенка, Олег Геннадьевич. Хорошо. Не можете зачать, лечитесь. Надо лечиться. Лечение – это лечение грубого тела. То есть нужно гормонально изучать, что там происходит, лечить грубое тело. Лечение пронического тела, зарядки там всякие, контакт с природой. И лечение тонкого тела. Означает посты, правильное питание, правильные мысли. Все вместе надо лечить все сразу. И тонкое, и грубое, и проническое тело. И тело мужа еще надо лечить, если хочется. Еще одно тело есть, тело мужа. Надо лечить все. Ну, все равно лечимся и не можем зачать. Ну, значит, тогда покаяние совершать. Просите прощения, прощайте, молитесь. Совершайте аскезы. Молимся. Что возникло в сердце? Чувство, что Бог даст ребенка. Люди начали говорить, что скоро у вас будет ребенок. Теперь что надо делать? Ждать. Спокойно просто ждать. Олег Геннадьевич, мне уже 40. И в 45 рожают, нет никаких проблем. И в 50 рожают некоторые. Кто в 50 родил, поднимите. Есть такие здесь? Что, перевелись богатыри на земле русской? Получим то, что заслуживаем. Но и в то же время, вы говорите, надо выбирать человека, допустим, по разным параметрам. Как там, ну, по знаку зодиака и тому подобное. И получается, мы хотим контролировать свою судьбу, но в то же время она зависит от Бога. Так, в чем вопрос? Вот, и вопрос в том, как вы срождите, предположите. Получается, может, они изучать, то будет жить, и надо слушать, как бы, ну, что будет, то будет, как бы вот так, нет? Хорошо. Вот вы захотели какать, допустим, да? У меня к вам вопрос. Вы покакаете? Да. Да, это определено Богом. То, что вы покакаете, это определено Богом. Теперь вопрос, когда какать, где как, какать и как, решает ваша свобода выбора. Давайте движемся. Я так ответил вам, чтобы всем было хорошо. Чтобы всем было весело. Не потому, что я хотел вас оскорбить, а чтобы всем было весело так ответить. Хорошо? Итак, вот, ну, это очень важная тема. Вы немножко не на ту тему задали вопрос. Но я сейчас еще раз возвращаю вас назад к этой теме. Пытайтесь понять, что счастлив будет только тот человек, который не торопит время. И верит, что произойдет. Если он делает правильные вещи, значит, он верит. Не делает правильные вещи, не верит. Олег Геннадьевич, а я вот вообще не верю, что выйду замуж. Поднимите руку. Ну, честно. Не верите, что выйдет замуж. Не делайте правильные вещи. Не делайте правильные вещи. Тот человек, который делает правильные вещи, он верит. Поднимите руку девушке, которая верит, что они выйдут замуж. Вот честно. Значит, делайте правильные вещи. А вот они, те девушки, которые верят, вот я увидел сейчас. Ну, еще. Они все привлекательные. Я бы сейчас всех прям сразу взял замуж, но у меня жена уже есть. Когда девушка правильные вещи делает, любой мужчина хочет ее взять замуж. Но не любой может. Потому что возьмет только тот, кому положено. А так любой хочет взять замуж. Девушка, которая делает правильные вещи, она для всех привлекательная. Для всех людей абсолютно. Понятно, да? Поэтому она знает, что она выйдет замуж. У нее нет проблем. Но если она хочет быстрее, тогда она будет есть кислые яблоки. Кислые яблоки. Не за того замуж будет выходить. Или не за того, но придет сначала кисло пожить, потом будет сладко. То есть не надо торопить судьбу. Как выбрать своего человека? Для этого надо просто спокойно ждать. Потому что, когда твой человек придет, вот, допустим, если ты думаешь, а все-таки захочется мне какать или нет? Жди. И в тот момент, когда захочется, ты это поймешь сам. Точно так же с замужеством. То же самое. Когда приходит время, это четко и явно видно. Здесь нет никаких вариантов. Просто нет вариантов. Вы говорите, ну какой, какая выбор? Выбор нужен тогда, когда человек ждет. Это ответ на ваш вопрос. Ваш вопрос правильный. Когда есть выбор, когда нет выбора. Выбор нужен тогда, когда человек ждет. Вы не обижаетесь на меня, что это? Выбор есть, когда человек ждет. Но когда пришло время, выбора нет. И еще есть выбор, когда мы... Вот почему даже девочки в семилетнем возрасте, в древней культуре совершали аскезы, чтобы хорошего мужа себе встретить. Пока женщина развивается до замужества, у ней есть выбор. Потому что она копит очки. Вот эта идея, я хочу лучше. Это безумие. Получишь того, кого положено. Вариантов нет. Да. Но когда девушка делает добрые дела, молится Богу, по-доброму себя ведет, заботится обо всех и так далее, она увеличивает свою возможность встретить хорошего человека. Ее возможность встретить хорошего человека зависит от тех поступков, которые она совершает до замужества. Тогда зачем вообще торопить это событие? Зачем его вообще торопить? Надо побольше этих поступков сделать, чтобы получше мужество получить. Возникает другой вопрос. Тогда надо побольше, тогда не надо быстрее, надо побольше делать. Вот это правильное мышление. Потому что когда придет время, уже терпеть не могу. Время приходит, уже ничего не сделаешь. Бог ставит перед фактом. Все, теперь надо выходить замуж. Нет, я еще не все хорошие поступки. Нет, все. Пора. Евангелие. Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Человек не может служить и Богу, и мамонии одновременно. Мамония означает своему эгоизму. Или человек делает добрые дела, забывает про себя, служит другим, и человек помнит о себе, забывает про других. Других вариантов нет в нашей жизни. Нет. Или думаем о себе. Что значит? Думаем о себе. Замуж не могу выйти, Олег Иванович. Кому служим? Богу. Когда человек служит Богу, он про себя забывает. Забыл про себя, значит, счастливо живешь. Вспомнил про себя, значит, тебе делать нечего. Займи себя чем-то важным в жизни. Вот эти мечты, постоянные мечты, означают просто нечего делать. Это не служение Богу. Когда человек служит Богу, он очень активен, очень занят внутренней жизнью. Он занят очень. Допустим, я еду в метро, мне плохо в метро. Кому я служу? Богу или мамоне? Мамоне, потому что, когда я служу Богу, мне хорошо. В метро есть только дел. Когда слушать лекции, когда думать о чем-то возвышенном, когда молиться за людей, которые окружают тебя, когда всем прощение просить прощать, когда заниматься работой над собой. В метро – это время, когда человек не занят ничем, кроме того, что он может делать эти важные вещи. А если мне через одну станцию выходить, я не успею послушать лекцию. Просто желаю всем счастья, стой. Не надо громко кричать. Просто встань и внутри себя желаю всем счастья. А они все плохие. Они все надутые стоят. А ты желаем счастья всем. И они станут хорошими. Я одну удивительную видел. Один эпизод – это, конечно, была игра артистов. Но это настолько меня впечатлило. Просто очень сильно впечатлило. Эпизод был такой. Ну, такой маленький короткометражный фильм. Едет электричка, люди едут на работу. Заходит в нее мужик, садится, начинает громко смеяться. Кто видел? Искренне очень. Вот неподдельно просто. Люди сначала такие напряглись. Дурак, что ли вообще? Сидят все такие, короче, такие сидят и смотрят на нее. Напряженные. На станции далеко еще. Только начало. Потом постепенно у каждого из них появляется на лицах улыбка. Вот это все было видно. Вот как это с ней съемки снималось, как все меняется. Потом дальше они такие начали о чем-то своем думать и так подхихикивать. Потом они начали все просто смеяться. И вся полностью, весь вагон просто угорал от смеха потом. И заходит мужик туда. В этот вагон другой смотрит, короче. Сначала начал думать, что о нем смеются. Он такой сил такой, он плохо стал. Все угорают. А они на него смотрят, еще больше смеются. Вот. А этот мужчина замолчал. Он просто такой сидит и задумался такой. Обо всех людях. Смотрит на них и любит их. Видно, что он их любит. А они угорают такие все. И этот тоже такой начал улыбаться. И он вышел потом на следующей станции. И сел в следующий поезд назад. И показывают, как он там тоже начал смеяться. Человек просто служил людям. И все. Он делал им, чтобы жизни было легче. Не обязательно так себя вести в поезде. Может быть, у нас не хватит силы на это. Но, по крайней мере, надо попытаться людям помочь. Потому что это угрюмость людей. Это признак того, что им плохо. Тяжело жить просто. И вот это вот отношение с Богом. Я хочу помочь всем этим людям. Желаю им счастья. Это означает как раз вот то, что мы должны в жизни делать. Мы говорим о развитии личности. Каждый человеческий поступок тем почетнее, лучше и великолепнее, чем больше он делается ввиду своего будущего. Это прозрение вдаль. Это тихое, доверчивое терпение. Помимо всяких других свойств, выделяют человека из толпы, приближая его к Богу. Каждому делу, каждому искусству приложимо это мерило для определения величия человека. Каждый человеческий поступок тем почетнее, лучше и великолепнее, чем больше он делается ввиду взгляда в будущее. Вот смотрите, интересно, два взгляда есть в будущее. Первый взгляд – я хочу мужа. Второй взгляд – я хочу быть достойным мужем. Понимаете? Два варианта вообще смотреть на жизнь. И это два крайних, ключевых варианта. Или служу Богу, или служу мамоне. Это крайние варианты, они все определяют нашу судьбу. Что я хочу от своей жизни? Я чего хочу от жизни? Я хочу служить Богу? Это значит, я слуга всех тех, кто пришел на эту лекцию. Или я служу мамоне. Это значит, что я говорю, все слушают. Понимаете, это очень важно, и эти вещи у меня в сознании постоянно меняются. Вдруг в какой-то момент я чувствую, я, блин, так классно говорю. Все меня слушают. В какой-то момент возникает чувство, что это просто пустая трата времени, что я должен стать слугой, я должен заботиться о людях, и тогда Бог что-то через меня сможет им сказать. Потому что на самом деле говорю не я. Или я буду говорить, и все будут спать, или будет говорить тот, кто может через меня сказать. Потому что душа по своей природе это частичка Бога. Она может быть только проводником, она не может быть самодостаточной, обособленной. Она всегда служит чему-то. Или мы служим себе, и тогда мы несчастны, или мы служим знанию, и тогда мы счастливы. Взгляд в будущее означает, что ты хочешь сказать своей судьбе, тем, что ты сейчас делаешь. Вот что ты сейчас говоришь своей судьбе? Вот я сижу здесь, читаю, что я это говорю своей судьбе? Что я буду чувствовать от этого, когда я буду лежать в последнем издыхании? Что я буду чувствовать от того, что я сделал? Не факт, что я буду чувствовать, что я сделал все. Не факт. Понимаете, о чем я говорю? Сергий Радонежский, он гроб себе поставил в келье. И спать в гроб ложился. Не для того, чтобы, как сейчас некоторые молодежь, как бы себе уши, там, губы, все прокалывали, все, что можно проколоть. Не для того, чтобы рисануться, понимаете, а для того, чтобы помнить, зачем я живу. Потому что каждый день приближает нас, неуклонно приближает к последнему экзамену. Смотрите, что в ведах написано. Утро человека, прожитое правильно, дает возможность человеку получить правильное рождение. День прожитый правильно, дает возможность получить правильную молодость. И вечер прожитый правильно, дает возможность получить правильную старость. Теперь у меня к вам вопрос, что важнее, рождение, молодость и старость? Рождение. Потому что если собака родился, то уже молодость и старость прожить нормально невозможно. Для этого надо получить правильное тело. Человек должен получить разумное тело. Старший умный был детина, средний был и так и ся, младший вовсе был дурак. Понимаете, о чем я говорю? Рождение бывает разным. Тело бывает разным. У кого-то разумное тело, он рождается в разумном, а кто-то нет. И это зависит от нашего утра, от того, как мы утро проводим. Утро – самое главное время в жизни человека. Самое главное время. Утром нужно только молиться, не нужно заниматься чем-то другим. Не думайте, что утро предназначено для того, чтобы готовить быстрее. Если вам надо готовить быстрее, тогда вставайте еще раньше и ложитесь раньше, если это возможно. Хотя бы полчаса молитвы с утра, иначе жизнь бесполезна. Она проходит просто впустую, просто зря. Потому что что такое молитва? Это революция в течение дня, это изменение всей жизни, это изменение понимания жизни. Это победа над своей судьбой. Как помолился ты? Молитва – это преддействие. Веды говорят, что преддействие должно вложиться больше силы, чем в само действие. И тогда человек живет разумной жизнью. Что такое неразумная жизнь? Это когда преддействия очень мало, и мы реагируем только на действие на само. Ничего не делала для того, чтобы замуж выйти, потом опа, вышло. Нет, надо сначала много чего делать до того, как выйти замуж, а потом уже вышло, соответственно, как надо. Понимаете, о чем я говорю? Преддействие означает всегда действие, которое совершается раньше, чем произошло само действие. Молитва – это преддействие ко всему дню. Ну, мне некогда, Олег Геннадьевич, молиться. Ну, не бывает такого, чтобы некогда. Просто ты не знаешь, зачем это надо. Как? Приятно заниматься, не бывает. Не бывает такого, чтобы друг к другу подходили. Всегда какие-то противоположности появляются людям. Специальные испытания. Один должен кого-то другого заменить. Чтобы мы мучились. Мы родились, чтобы мучиться. Если бы мы родились для чего-то другого, мы бы тогда в момент рождения не испытывались только мук. Человек, когда внутриутробно развивается, он испытывает больше мук, чем в момент смерти. Он сидит в мешке целых 10 месяцев. Представьте, в мешке сидит, без возможности двигаться практически. В замкнутом пространстве страдает неимоверно ребенок. Особенно последние 3 месяца, когда он начинает себя осознавать. Зачем это нужно? Если эта жизнь для счастья предназначена, а не для испытаний. Зачем тогда страдания в начале, страдания в конце и столько страданий посередине? Олег Геннадьевич, ну тогда в стопор какой-то, как в стену упираешься. Получается, люди, некоторые живут, они парятся и не думают ни о чем. А ты сидишь, думаешь, ломаешь голову, но в тупик упираешься. Плохо, да? Я все время, знаете, такой, как будто тоска, потом выходит, думаешь, изучаешь, изучаешь. Вот вам плохо или хорошо, что вы пришли на лекцию? Что говорите? Вот вы пришли на лекцию, вам плохо или хорошо? Ну хорошо, но потом я опять начинаю... Смотрите, но, вот это но означает непринятие хода времени. Я когда, Олег Геннадьевич, стою под душем, мне хочется кушать. Когда я кушаю, мне хочется спать. Когда спать ложюсь, мне хочется под душ, что делать? Вы расслабьтесь просто. Сейчас здесь сидит очень много хороших людей. Как минимум 700 человек. Я просто, когда вижу столько хороших людей, мне очень хорошо. Я начинаю даже нести всякую петь, даже начинаю нести всякую дурь. От радости. Вы не чувствуете, что вам хорошо здесь, столько людей хороших вышли? Чувствуете или нет? Мне очень нравится, я вдохновляюсь, когда вас... Нет, вы чувствуете или нет? Я вот к нему говорю. Чувствую. Чувствуете? Чувствуете? Чувствую только от вас. От людей чувствуете? Не торопитесь. Чувствуете от людей или нет? От вас только. Только от меня? Да. Почему? Ну, потому что, например, самое элементарное, многие девушки даже ходят здесь, как будто хотят, как будто соблазнить ваши ходят. Хотя вы говорите об этом, да? На соблазнить все хотят, что ли? Не меня. Не меня. Я не про себя говорю. Я так, в общем, вы когда говорили, как раз на той лекции, то, что девушка вызывающая, а вроде бы как бы люди слушают что-то, но все же время, все равно этого не делают. Здесь очень много хороших людей. Расслабьтесь сейчас. Расслабьтесь, и вы почувствуете себя счастливым. Вам даже не захочется вопросы задавать, вы будете просто слушать. Будет хорошо. Почему Бог не дает? Бог дает испытания. Он дает просто испытания. Кто? Где, 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 кто, 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 кто? Где вопрос, кто сдаёт? Давайте, давайте с вами, да. Может быть, мой смех как раз поможет ему расслабиться. Ну, я, я говорю искренне, в каком плане. Значит, вот вы призываете молодого человека, но расслабьтесь. Может быть, он с огромным желанием бы это сделал, а если у него не получается. Как можно помочь себе вот расслабиться? У него всё получается. Он просто расслабляется постепенно. Я его ход времени понял. Я увидел, как течёт его время, и вижу, что он постепенно расслабляется. Я не тороплю его. Я не хочу, чтобы он сейчас прямо расслабился. Я просто ему дам направление в жизни. Я считаю, что именно так надо жить. Человек не должен сразу пытаться расслабиться. Если он не может сразу, ничего страшного. Это ход времени. Его надо понять, что всё самое лучшее в жизни происходит постепенно, незаметно. И это и есть счастье, понять это. То есть он не может сейчас расслабиться, но он уже чуть-чуть расслабился, это вижу. И мне этого достаточно. Я счастлив, видя в нём этого. Мне этого достаточно. Мне больше ничего от него не надо. Я вижу, что его время течёт в правильном русле, и этого достаточно. И этого для меня достаточно. А для вас? А для него? А? А для него? А для вас достаточно? Мне? Для меня? Да. Ну мы сейчас, я так говорила о молодом человеке. А я о вас сейчас говорю. А я хотела вам задать вопрос, а есть какие-либо упражнения, которые помогали бы расслабиться или нет? А я о вас сейчас говорю. Я вас спрашиваю вам. А я о вас. Что-то интересно. Ну я вас не знаю. Я вас тоже. А зачем вы тогда ко мне сюда пришли? Интересно. А, ну что. Тогда мы не должны пока с вами строить отношения. А я, в общем-то, и не собиралась с вами строить отношения. А зачем тогда вы говорите? Какая у вас цель сейчас? Сейчас. Есть только три цели. Или давать мне наставления, или слушать меня, или общаться на равных. Какую цель вы преследуете сейчас? Я еще не осознала, какая у меня цель. Я просто вступила в самую молодую человеку. Тогда вам надо отдать кому-то другому микрофон. Пожалуйста. Потому что всегда в этих беседах мы должны иметь три варианта. Или вы старшая для меня, я должен это принять. Или вы имеете равное отношение, тогда я должен знать вас. Или вы слушать пришли. Или вы слушать пришли. И тогда в этом случае у меня нет возражений. Ваш вопрос правильный. Я как бы принимаю ваш вопрос. Он очень важный. Он говорит о том, что... Олег Геннадьевич, он не расслабился. Что делать? То есть вопрос был задан ко мне. Я отвечаю, что мне достаточно того, что он уже сделал. Это касается его. Что касается меня, я вам отвечу на этот вопрос. Я изучаю эту тему очень серьезно сейчас. И ход времени с помощью утренней молитвы пытаюсь понять. То есть я во время утренней молитвы настраиваюсь очень спокойно. И жду, когда придет то, чего я попросил у Бога. Я жду очень спокойно и смиренно. Могу ждать столько, сколько нужно. А если я чувствую, что это не так, значит я настроен неправильно и пытаюсь настроить себя правильно. То же самое в отношениях с вами. В моих отношениях с вами. Я ни на что не претендую. Я просто жду этих отношений. Вы говорите, нет, у меня нет сейчас с вами отношений. Я согласен, вы правильно сказали. Но я жду этих отношений. Потому что люди не могут жить без отношений. Если вы не хотите этих отношений, никто и не заставит вас их иметь. Но я все равно жду, потому что душа хочет любить. Нет отношений, нет любви. Есть только три типа отношений. Или вы как старшая для меня ведете. Я должен это почувствовать сам. Иногда люди навязывают свое старшинство. Это неправильно. Мы можем давать советы только тем, кто хочет нас слушать. Если вы не пришли слушать сюда, а просто посмотреть, тогда вы должны быть сторонним наблюдателем и смотреть. Но если вы выступаете в роли старшего и начинаете меня наставлять здесь, то я должен понять, имеете ли вы на это право. Если вы не имеете на это право, тогда я не буду принимать ваше наставление. Потому что иногда почувствуется сразу, что человек старше. Он может что-то сказать. Например, у меня вот здесь на лекции была такая ситуация. Одна женщина прямо передо мной вот так посреди зала сидела. Я даже помню, вот рядом с вами мужчина. Она рядом с вами вот здесь сидела. И она, когда я очень гордо себя вел, я и сейчас гордо себя веду, но тогда я еще более гордо себя вел, как мне кажется. Она мне сказала, вы что нас за дураков всех здесь держите? Такие слова помните, да? Она так мне сказала. И я понял, что Бог через нее говорит. Я реально это почувствовал. Я почувствовал в этом правду в ее словах. Что это правда, что это действительно. И она как старшая себя вела. Она действительно такая выглядела женщина, очень такая серьезная, глубокая, разумная. Я был поражен. То есть, когда она мне это сказала, то я увидел, что эти слова не связаны со злобой, ненавистью или желанием выделиться. Она просто искренне хотела мне что-то сказать, донести. И она мне это сказала. И через нее пришло ко мне знание, что я гордо себя веду. Иногда так бывает, что можно сразу прям принять наставление от человека, даже если ты его не знаешь. Но иногда чувствуется, что не надо. Но это не значит, что я против. Я просто с вами строю отношения и жду. Иногда эти отношения становятся такими, что вы старшие, я младший. Иногда равные. Иногда я старший, вы младшие. В этом нет никакой разницы. Потому что всегда отношения развиваются. Если, допустим, вам неудобно быть со мной старшим, и вы чувствуете больше знаний, придет время, и вы будете старше, я буду младше. Но идея заключается в том, что когда люди любят друг друга, они должны выбрать один из трех этих типов отношений. Если они хотят выбрать, значит, у них нет, не будет счастья в жизни. Счастье бывает только в этих трех типах отношений. Других отношений счастье не дают. Отношения со стороны, например, я взгляд со стороны и рассказываю вам, что у вас тут происходит. Это не отношения, это зависть. Вот, допустим, человек пришел какой-то, он слушает, что здесь происходит. Встает и говорит, а вы знаете, что у вас здесь происходит? И начинает говорить. Это все равно, что, допустим, взять и прийти в чужую семью и сказать, а у вас любовь здесь неправильная. А какая вам разница, какая у нас здесь любовь? У нас наша любовь здесь, а у вас будет своя в вашей семье. Понимаете, о чем я говорю? Только в рамках этих трех типов отношений может быть любовь, жить любовь. Любовь не живет в отношениях со стороны, в наблюдении, нет любви. Любовь только есть там, где есть третий тип отношений. Я принимаю себя младшим, потому что мне есть, что послушать. Я на равных отношениях строю, потому что у нас такие отношения, мы друзья. Я хочу быть старшим, потому что я хочу помогать, я хочу помочь. Я чувствую, что я могу помочь, у меня есть, что сказать. Но это не значит, что я всегда хочу быть старшим. Иногда я буду младшим, иногда равным. Это не является признаком того, что я загордился. Это является признаком того, что я хочу строить отношения, я хочу любить. Желание любить означает строить три типа отношений. Но они всегда меняются, они динамичны. И человек, который способен жить очень динамично в этих отношениях, является развитой личностью. Вот, допустим, мой наставник, о котором я вот сегодня говорю, потому что я получил с ним очень близкие отношения в течение, по крайней мере, шести часов. Он иногда подходит ко мне и говорит, пожалуйста, расскажи мне, как я правильно читаю лекции или нет. Он ведет себя, как младший в это время. Как я должен себя вести? Ваш совет. Простите, пожалуйста. Я как младший хотела спросить. И заранее прошу прощения у вас со всех за этот вопрос. Да, я вот сама не понимаю, почему я по этому поводу переживаю. Я, наверное, муха, которая копается в экскрементах. Как вас зовут? Меня зовут Елена. А вот когда вы приводите вот эти примеры про какашки, как они, это для того, чтобы мы о себе не воображали, что мы такие возвышенные, а как-то, ну, опустить нас. Происходит ли при этом какое-то осквернение? И, опять же, я об этом так запереживала, потому что я есть муха по этому поводу. Потому что здесь такие люди, которые… Вы не хотите быть младшей? Простите, я не знаю. Почему? Я хочу быть… Я, наверное, не достоин быть старшим просто. Нет. Вот смотрите, если я не достоин быть старшим здесь, то у вас будет ощущение мухи. Потому что, когда человек достоин быть старшим, то все чувствуют себя очень комфортно. Но если он не достоин, тогда все чувствуют, что их унижают. Я вот сейчас унижаю вас. Вот я и подумала, что… Ну, хотела спросить, чтобы вы мне сказали, что я мог. Видите, она как старшая сейчас ведет себя со мной. Она меня воспитывает. Это правильно. Простите. Это очень правильно. Каждый человек нуждается в воспитании. Она воспитывает меня правильно, потому что младший может воспитывать. Она, допустим, пришла как младшая сюда. И она как мне говорит, Олег Геннадьевич, вы так говорите, такое ощущение создает, что мы здесь все вот как мухи. Но она как это говорит? Очень смиренно и с любовью. Это правильно. Это отношения. Видите, вот отношения могут меняться. Видите, она сейчас мне дала наставление. Очень корректной и правильной форме. У меня нет никаких возражений. Я буду об этом думать. Спасибо вам большое. Всегда надо во всем учиться. Всегда, когда ты залазишь наверх, есть шанс очень незаметно скатиться на гордость. Всегда это возникает в какой-то момент. И это хорошо, когда есть такие люди, которые могут в корректной, правильной форме повоспитывать. Это очень хорошо. Это не вызывает боли, чувства дискомфорта. Это всегда приятно. Поэтому вот эти вот три типа отношений бывают развитые в человеке, бывают нет. И вот мой старший, он очень развит в этих отношениях. Он может вот так раз и спросить, как мне читать лекции. И причем интересно, что в этот момент не возникает чувства, что я не хочу ему об этом говорить. Знаете почему? Потому что он в совершенстве владеет возможностью слушать. Он очень смиренно принимает наставление. Я не могу сказать, что у меня это развито внутри. У каждого человека есть предел. Но у этого человека пределы гораздо дальше стоят моих возможностей. И когда я ему говорю, как старший, он меня внимательно слушает. Но так как он не младший по отношению ко мне, это временное отношение. Иногда он меня спрашивает, очень разумные вопросы мне задает. А почему вот так? Я считаю, что вот так вот должно быть. И я свое мнение продолжаю высказывать. Потом он мне объясняет, что вот правильно, как правильно. Он может стать старшим в этом разговоре опять назад. Но он все равно что-то берет от этого разговора. Не то, что он занимает позицию младшего для того, чтобы отвергнуть отношения. Он это делает для того, чтобы выяснить что-то важное для себя. Например, девушка, продолжаем беседу, где девушка, которая мне... Спасибо вам большое. Вот, например, садитесь, садитесь. Я вам кое-что сейчас расскажу, важное. Поймите, что я не являюсь такого уровня наставником, чтобы проявлять все качества, которые вы ждете от меня в полной степени. Но каждый человек может делиться знанием. И если мы настроены так, тогда мы настроены правильно. Потому что вы встретите в своей жизни обязательно человека, который будет обладать этими качествами, раз вы это видите. Но раз вы продолжаете слушать мои лекции, это значит, что вы даете мне возможность развиваться. И также учитесь строить отношения. Понимаете, отношения это и такая штука, в которой не должно быть максимализма. Например, если человек что-то знает, можно дать ему возможность сказать. Пускай он, допустим, не квалифицирован, чтобы быть абсолютно старшим. Потому что есть три категории старших. Первый человек может быть советником, и его надо просто уважать. Вторая категория, этот человек обладает квалификацией быть старшим. И тогда в этом случае надо к этому человеку относиться не просто с уважением, а уже с чувством, как это называется, почтения. То есть вторая стадия – это почтение уже, понимаете? Вы почитаете человека, с почтением к нему относитесь. А есть люди, которые всегда безукоризненно себя ведут, они достигли совершенства в жизни. И такой человек может стать духовным учителем, потому что он ведет себя как душа. И такой человек достигает уровня, в котором ему можно предаться. Предаться – предание, понимаете, что такое предание? Это когда ты слушаешь все и воспринимаешь все абсолютно, что так и есть, без всяких сомнений. Вот ошибка в чем заключается? В том, что часто люди меня воспринимают вот на этом третьем уровне, а я нахожусь на первом. Я могу просто делиться с вами, понимаете, чем-то. И вы сами заметили, что действительно Олег Геннадьевич иногда в своем поведении ведет себя как человек, который не заслуженно старший. Потому что заслуженно старший, когда он делает замечание, это не вызывает чувство, что я муха. Но имеет ли Олег Геннадьевич тогда читать лекции или нет? Вот в чем вопрос. Как вы думаете? Что мы все должны развиваться. Понимаете? Мы все должны развиваться, и вы тоже имеете право читать лекции. И все должны читать лекции и рассказывать что-то другому человеку, потому что иначе мы не будем жить. Понимаете, в нашей культуре не хватает знания. Если вот будут рассказы только те, кто развиты, таких людей очень мало. Где их собрать на всю страну, понимаете? Поэтому и все, кто что-то чувствует, что они что-то могут сказать, должны говорить, зная свое положение. Допустим, если я веду себя как тот, кого непреклонно надо слушать, мое мнение является абсолютным, и надо мне предаться, то это означает, что я не понимаю, что делаю, не понимаю, что творю. Но если я говорю с вами как друг, который вот делится и считает, что это так, то в чем проблема? Просто ошибка заключается в том, что часто люди, начиная слушать мои лекции, думают, что я духовный учитель. Я не духовный учитель. Я просто старший, который пытается сам развиваться и общаться на эти темы. Спасибо за поддержку. Я ответил на ваш вопрос? Олег Геннадьевич, спасибо большое. Просто я себя очень неловко чувствую за это. Меня прям принесло к вам это спросить. Могли бы еще добавить к своему ответу по поводу передачи знаний? Вы говорите, что родственники не должны друг другу передавать знания. А если, например, ты сутками слушаешь лекции, читаешь, и у тебя внутри вот просто другого ничего нет, то хочется, например, сможем об этом говорить, там, ну, просто ни о чем другом не хочется. Поделиться. Поделиться. А вы понимаете разницу между передачей знаний и поделиться? Наверное, плохо. Вот вы сейчас, то, что вы сейчас сказали мне в таком настроении, в котором вы сказали, это называется поделиться, но вы передали мне знания. Но если вы мужу пытаетесь передавать знания, а не поделиться, тогда он не будет вас слушать. Понимаете, вот вы сейчас в настроении любви это сделали сейчас. А можно это делать в другом настроении. Вот часто родственники, они не могут, у них не хватает внутренней силы очень деликатно делиться. Они пытаются навязывать знания, дают конечный результат. Вот это так, а ты считаешь, что это не так, это твои проблемы. Это означает, что вы не перевалили своего близкого человека, вы не хотите его любить. Потому что любовь означает, что вы движетесь к цели медленно, спокойно, постепенно, не желая немедленного результата. Вот что такое любовь? Это означает, что принять человека, кем он есть, и дать ему возможность, вот так, как он есть, так и жить. Вот, допустим, у меня муж не слушает лекции. Нормально. Это объем работы. Все. Я хочу сказать тебе, что вот мне кажется, я стала по-другому жить в последнее время. И мне кажется, что тебе тоже как-то легче со мной. Это правда или нет? Ну да. Значит, это получается, я хочу тебя спросить, это значит, это работает вся система, лекции, значит, помогают? Думаю, что да. Вот это и то, что должно быть. И дальше не должно быть. Ну тогда почему ты их не слушаешь, не слушаешь, не слушаешь? Вот это вот не надо уже, понимаешь? Все, точка. Потому что знание, все меняется в жизни медленно, спокойно, не нужно быстрого результата, мы не торопим события. Просто, да, этого мне достаточно, все. Идет движение в нужном направлении. Когда мы почувствуем, как идет движение, в сердце приходят части. Вот, допустим, я вижу, что мои близкие люди меняются в лучшую сторону. В сердце приходят части, и я спокоен. Почему? Потому что правильно направленный вектор полностью меняет всю судьбу человека. А скорость у всех разная. Мы не должны ничего пытаться менять, поставить свою скорость. Ход времени у человека тот, который у него есть. Поэтому, у вас муж хороший человек? Так, микрофончик. Очень хороший человек. Так, он очень хороший человек. Он хорошо к моим лекциям относится? Он... Я сейчас... Ну, это я испортила впечатление. То есть вы испортили впечатление, поэтому он нехорошо пока относится к моему лекциям. Нет, он хорошо относится, но... Хорошо относится. И несмотря на то, что вы испортили впечатление, он все равно хорошо относится? Он хорошо относится, потому что он видит, что для меня это хорошо. Что вас меняет это? Да. Он говорит, я рад, что ты этим занимаешься. Я, может быть, когда-нибудь его слушаю. Мне сейчас некогда. Я не слушаю, мне некогда. И плюс он говорит, ну я не понимаю, зачем нужно молиться. Я не понимаю. Я не понимаю, зачем нужно молиться. Есть движение вперед или нет? Есть. Он сказал, мы можем поехать в святые места на праздники новогодние. Движение вперед есть? Есть. Вас это устраивает? Ну, вполне. Честно. Ну, честно, конечно, хочется всегда больше. Это означает, что вы будете несчастливы. Хорошо. Вы должны понять ход времени. Ход времени такой, мы говорим сегодня с вами о развитии личности. Ход времени такой, что этот человек меняется вот такой скоростью. Вот меня, например, очень устраивает, как вы меняетесь. Вот вы, допустим, меняетесь вот так. Вы сейчас, ну как бы не хотите дать возможность с вашему мужу развиваться. Не хватает у вас милости для него. Потому что, когда человек дает возможность близкому человеку развиваться, он тогда не торопит его. Точно так же вы можете и мне дать возможность развиваться, допустим, видите, что Олег Геннадьевич гордится на лекциях собой. И что дальше вы делаете? Продолжайте слушать лекции. И иногда смиренно подходите к нему и говорите, Олег Геннадьевич, я не знаю, вот правильно я читаю или нет, но мне почему-то кажется, кажется от моей гордости и от того, что я несмиренная, что вы, когда говорите, люди станутся мухиками рядом с вами. Вот, пожалуйста, поправьте меня, если я сказала что-то не так. Скажите мне на самом деле, как есть правильно. Это же идеальная, вы сказали идеальную фразу, которая безукоризмно указывает на вашу квалификацию помочь мне. Точно так же вести себя с своим мужем. Ну, то есть дайте возможность. Вот дайте возможность мне читать лекции. Это означает вот так говорить, как вы сказали, дать возможность. Все, супер. Вы мне показали проблему, даете возможность мне ее решать. Сколько я смогу? У меня же есть определенный поезд, он и движется, и как бы я решаю ее постепенно, со временем решу. Все точно так же ваш муж. У него есть движение вперед. Вас не устраивает. Означает, вы не хотите, чтобы он двигался вперед. Потому что, когда человек хочет, чтобы кто-то двигался вперед, его все устраивает. Понимаете, о чем я говорю? Потому что есть противоречие между вашим желанием наслаждаться жизнью и вашим желанием служить человеку. Что значит желание наслаждаться жизнью? Это означает, я хочу, чтобы все быстрее стали хорошими. Почему? Потому что я хочу быть счастлив. Вот когда человек в благости начал жить, что ему хочется больше всего? Чтобы все были в благости вокруг. Чтобы все не пили, не курили. Чтобы все говорили правильно все. Делали правильные вещи. Все замечательно. Но это не означает, что он хочет этим людям помочь. Это означает, что он хочет балдеть просто. Сделать свою жизнь незаслуженно счастливой. Если говорить о помощи человеку, то это всегда выражается в виде терпения. Терпение, которое приносит счастье. Это не терпение, которое, когда в туалет хочу, не могу и терплю. Нет. Это другое терпение. Это принятие хода времени. Вот мой муж уже захотел поехать в сытые места. А я думала, что он захочет через три месяца. Понимаете, о чем я говорю сейчас? Или нет? Вам актуальна эта тема? Это очень важно. То, что я сейчас говорю, это очень важно. Это делать человека счастливым. Потому что, когда мы хотим быстрее, это означает, мы ничего не хотим человеку помочь. Ничего. Мы хотим просто наслаждаться жизнью и все рядом с ним. Потому что, когда мы принимаем человека таким, какой он есть, и у него есть правильный вектор, в чем выражается правильный вектор? А он вообще не против, что я слушаю лекции. Это и есть правильный вектор. С чего еще хотеть? А если он против, что я слушаю лекции, это значит, что я виновата в этом сама. Я это ему в неправильном свете выставила, я начала на него нажимать, требовать от него чего-то. Опять мои проблемы. И если я признал эти проблемы, то опять у него возник правильный вектор, потому что он обязательно согласится с тем, что я могу слушать лекции, когда придет время, когда я исправлю свою ошибку. Таким образом, неправильного вектора в жизни просто не бывает у того человека, который идет правильной дорогой. Поэтому в жизни не бывает потерь никогда у того, кто идет правильной дорогой. Единственное, что нам нужно сделать, это встать на правильный путь. Путь означает не мучить близких людей, не мучить их. Наказывать – хорошо. Строго себя вести – хорошо. Мучить – плохо. Что значит мучить? А это значит заставлять их получить результат немедленно. Я хочу, чтобы ты делал то, чтобы ты делал это. Ты должен быть таким, должен быть сяким. Не интересуйся количеством, а качеством твоих почитателей. Не нравится дурным для человека похвально. Удивительно, это уже лично мне. Не интересуйся количеством, а качеством твоих почитателей. Не нравится дурным для человека очень похвально. Но если дурные люди тебя не любят, это хорошо знать. Жизнь отдельного человека должна совершенно плотно срастись с общей жизнью человечества. Это очень мощно. Ибо все творение проникнуто согласием, единством. Как во внешней природе, так и в области духовной все явления жизни состоят в тесной связи между собой. Марк Аврелий. Я очень потрясен этим выражением. Я сейчас расскажу свое понимание. Вот смотрите, когда человек рождается маленьким, он очень нуждающийся. Ему постоянно о нем надо заботиться, так? И мать целыми днями бегает и бегает за ним. Почему? Потому что он еще очень не развит. Он очень неразумен. Его разум слаб, и поэтому он всего боится, он кричит. Он постоянно боится всего и чувствует себя очень незащищенным. И поэтому он очень-очень сильно страдает внутри. Но Господь в его психику и тело вкладывает столько энергии и счастья, что мать, просто рядом находясь с ним, испытывает это огромное счастье. И по этой причине она ему служит. Она испытывает огромное счастье. Это милость Бога. Господь говорит, развивай этого человека. Я тебя награжу счастьем. Развивай. Он еще очень маленький, ничего не понимает. В это время мать срастается с жизнью человечества или нет? Срастается. Да. Потому что она делает то, что Бог хочет от нее. Вроде бы она просто своим ребенком занимается, но она срастается с жизнью человечества. Если она сможет отказаться от чувства наслаждения этим ребенком и жить для него уже, не думая о том, чтобы балдеть от него, тогда она срастется с жизнью человечества еще больше. И станет матерью, в конце концов, для всего человечества, как стала мать Тереза. Ей все равно было, эти дети наслаждают ее или нет. Она подбирала грязных, вонючих, больных, искореженных жизнью, покалеченных детей по всей Калькутте. И не только детей, а также взрослых. Собирала этих людей, заботилась о них, зная, что многие из них оставят тело в ближайшее время, а кто-то, может быть, выживет. Ей не было разбору для нее, кто из них воняет, а кто нет. Она просто заботилась о них. И это означает, что она уже совсем слилась с общей жизнью всего человечества. То есть этот человек стал человеком человечества, а не человеком своей семьи. Понимаете, о чем я говорю? Что это просто развитие личности. Маленький ребенок вообще думает только о себе. Но Бог дает возможность о нем заботиться. И если мать это делает для Бога, тогда она сливается с жизнью всего человечества в это время. Она делает то, что нужно всем. Если все матери так жили, то бы все дети вырастали божественными, очень благородными людьми. Но если матери наслаждаются своими детьми и делают свою заботу только потому, что им хочется балдеть от своего ребенка, тогда дети вырастают эгоистами. И это не является служением человечеству в этом случае. Сама идея быть матерью — это служение человечеству. Просто сделай это правильно, так, как это нужно человечеству, а не так, как это нужно тебе. И ты получишь такой же результат. Ты воспитаешь того, кто нужен человечеству. Теперь смотрите. Чем больше человек развивается как Личность, тем больше он отвлекается от себя, и тем меньше ему надо заботиться о поддержании своей жизни. Попытайтесь понять, о чем я сейчас говорю. Чем больше человек развит, тем меньше ему надо заботиться о том, чтобы поддерживать себя. Мой духовный учитель — это не тот наставник, о котором я говорил, духовный учитель мой. Это тот, которому я должен предаться и предаюсь в своем сердце, насколько могу. По крайней мере, стараюсь каждый день. Он в 24 года принял отречение и в 30 лишних лет уже стал духовным учителем. Он живет такой жизнью, что у него всего пару комплектов одежды и нет никакой собственности. Но он по всему миру строит храмы, и у него тысячи последователей. У него хватает денег на то, чтобы летать по всему миру, даже в преклонном возрасте. У него хватает средств и сил на это. Теперь у меня вопрос. Он никогда не работал. Он не работает. Откуда он получает деньги? У него хватает денег, представляете, летать по всему миру? Это же десятки тысяч долларов. Откуда деньги, чтобы летать? Только деньги приходят через сердца людей. Видите, когда человек развивается как Личность, ему не нужно работать. Он просто полностью поглощен служением людям. Этот человек не бездельник. Он не тратит время зря. Он все время занят служением. И это служение какой результат дает? Ему не нужно заботиться о своей жизни совсем. Это закон, который действует всегда. Поэтому, если у вас не хватает в жизни денег, это означает, что вы занимаетесь не тем, чем нужно. Чем больше человек думает постоянно о своей работе, о своей зарплате, о своих проблемах, о том, что у него мало денег, тем меньше денег он в жизни будет получать. И эта сила очень большая внутри. Она сидит в каждом из нас. И если человек действительно в своей жизни начинает направлять свои силы на развитие, это развитие означает отвлечься от себя. Он начинает думать о старших, о молитве, начинает в свое сердце вкладывать в это желание. Я хочу забыть про себя, хочу служить другим, хочу служить другим. Он начинает такой жизнью жить, в своем сердце так себя вести. Что происходит в его жизни дальше? Приходит время, и жизнь так выстраивается у него, что ему надо меньше думать о том, как выжить в этом мире. Посмотрите на животных, они постоянно только и делают, что выживают. Они постоянно бегают и ищут поесть. Посмотрите на нищих людей, они постоянно с протянутой рукой. Почему? Потому что они ничего, ни для кого не хотят делать. Вы знаете, что есть другие нищие? Бывают другие нищие. Есть такой уровень отречения, в ведах описан. Есть несколько уровней степеней отречения. Самая первая степень отречения, знаете какая? Человек принимает отреченный образ жизни, знает, что он должен делать. Он должен ходить от двери к двери и людям давать знания, смиренно просить их, пожалуйста, вот возьмите духовные книги, можно я вам расскажу, как молиться? И если люди вдохновляются, он должен спросить их, пожалуйста, поддержите мою жизнь, дайте несколько копеечек просто на то, чтобы я смог сегодня покушать. Это его обязанность. И если он скажет, что очень неудобно просить, тогда старший его скажет, тогда ты не должен принимать отречение, потому что отреченный человек не должен считать ему, что ему что-то неудобно в этом мире. Ему все удобно. Если тебе надо просить, будешь ходить и просить. Это развивает смирение и уважение к людям. Если ты учишься спросить правильно, значит, ты становишься смиренным человеком. Кто-то тебе плюнет в лицо, кто-то пожертвует, это признак того, что Бог учит тебя о смирении. Видите, да? Но самый последний уровень отречения, знаете, какой? Человек может сесть в лесу, в чаще леса и начать молиться. И дальше, знаете, что будет происходить? Люди будут приходить, незнакомые люди, и приносить ему покушать. В Ведах приводится такой пример. Один отреченный человек сел вот так в лесу, и люди просто с пищей даже блуждали по лесу и приходили в это место, когда положено было им покушать, приносили, видели его и отдавали ему эту пищу. А потом начали сами ходить туда, к нему носить, когда нашли дорогу. Понимаете, о чем я говорю сейчас? О том, что нет необходимости беспокоиться так много о своем пропитании. Это признак того, что жизнь течет в неправильном русле. Надо, если есть возможность, силы свою направлять на то, чтобы в моем сердце направленность жизни поменялась. Вот эта направленность внутрь означает, я очень страдаю, мне чего-то не хватает. Означает только одно, что ты не понимаешь ход жизни. Ход жизни заключается в том, что когда направленность поменялась, сразу жизнь становится другой. Вот, допустим, у вас направленность жизни поменялась. Как это действует? Вы скажете, ну как она становится другой? Кто мне покушать принесет? Олег Геннадьевич. Объясняю. Вот смотрите, вы поменяли свою направленность жизни, у вас сердце начало работать на заботу к другим, у вас поменялись друзья, у вас появляются друзья, которые хотят заботиться о вас. И так как это люди недюжинного разума, то такие друзья, которые хотят заботиться, всегда имеют возможность что-то сделать. Сначала эта возможность будет небольшой, они просто будут вам помогать жизни, а потом эта возможность будет такой, что они будут вас устраивать на работу, находить вам возможности какие-то, и на работу они вас будут устраивать не грузчиком, а туда, где можно не так много работать, чтобы иметь деньги на жизни, нормальные, чтобы хватало. Понимаете, есть разные слои общества. Есть такая работа, что человек просто работает старшим где-то. Он не сильно много трудится, но ему платят, потому что ответственная работа. Ответственная означает у него сердце развитое. Ответственную работу нельзя давать безответственным людям. Ответственный человек значит развитый, сильный духом человек, способный выполнить свой долг. Понимаете, о чем я сейчас говорю или нет? Что мы говорим о том, куда направлена моя жизнь. Если я постоянно вою, что мне чего-то не хватает, это значит, что она не туда направлена. Разумный человек всегда старается в молитве развиваться больше и меньше внимания обращать на то, что ему чего-то не хватает. И тогда он счастлив, потому что Бог всегда заботится о тех, кто идет к нему и заботится серьезно. Жизнь желinen cloud god ofЭтот, жизнь отдельного человека должна совершенно плотно срастись и срастись с общей жизнью человечества. «С общей жизнью срастись, значит, я член человечества, я хочу жить для человечества. Я хочу сделать то, что человечеству очень нужно и полезно сейчас. Вот сейчас человечеству очень полезно знать о том, как жить правильно, потому что это знание очень сильно сейчас разбавляется. В средствах массовой информации почти об этом не говорится. А это очень ценное знание, которое меняет судьбу и жизнь людей. Я хочу это делать сейчас. Почему бы вам не делать? Сначала на себе проверили, а потом начали говорить тем, кто интересуется. Можно это делать в рамках своей духовной традиции. Менять свою жизнь и менять, помогать тем, кто рядом с вами находится. Можете общаться, у нас есть клубы Благость. Можете открывать клуб на сайте torsnov.ru, смотрите. Открывайте свой клуб Благость сейчас дома. Собирайтесь там и обсуждайте те темы, которые развивают людей. Кто уже открыл? Кто из вас открыл клуб Благость? Есть такие? Нормально, нормально, спасибо вам большое. Вот, пожалуйста, то есть есть люди, которые развиваются и действуют так, как хочет Бог. Им не надо сильно беспокоиться о своей жизни. Жизнь отдельного человека должна совершенно плотно срастись с общей жизнью человечества, ибо всё творение проникнуто согласием и единством. Это то, что в творении происходит, но не у нас в жизни. Мы постоянно ругаемся, ссоримся и считаем, что нас обделили здесь. Но это признак того, что мы просто не знаем, как жить правильно, и всё. Потому что нас могут быть разные люди окружать в зависимости от нашего развития. Вот меня окружают очень хорошие люди. У меня их из друзей никто не пьёт, не курит, не бросает своих жён, не занимается развратом, не матерится, не ест мясо и так далее. Вот все, кто меня окружают, такие люди. Хорошее окружение. И вы тоже моё окружение. И вы очень хорошее окружение моё. Не важно, человек имеет недостатки или нет. Мне не обязательно, чтобы он сейчас стал совершенным. Если человек выбрал правильный вектор, этот человек достоин уважения и даже преклонения перед ним. Мой духовный наставник показывал ученикам два манго. Один зелёный, другой спелый. Спелый манго — это святой человек. А зелёный манго — это тоже манго. Он станет спелым или нет? Вопрос только времени. И он спрашивал, какой вам манго больше нравится? Все говорят, спелый, спелый. Он говорит, а мне оба нравятся одинаково. Потому что этот манго сегодня спелый, а этот спелый будет завтра. Если завтра не будет ничего поспевать, тогда зачем жить? Спелое должно быть каждый день. Поэтому те манго, которые поспевают, они очень ценные. И если сегодня они не делают что-то правильно, то это не проблема. Это, наоборот, хорошо. Это означает, что завтра они будут больше делать правильно, послезавтра ещё больше. И это значит, что счастья на Земле будет становиться всё больше и больше. Так надо относиться к своим родственникам. Если человек со мной просто живёт, значит, всё хорошо. В чём проблема? Я слушаю лекции, развиваюсь, он тоже развивается. Потому что он не мешает мне это делать. Как во внешней природе, так и в области духовной все явления жизни состоят в тесной связи между собой. Если мы не живём правильно, жизнью наступает война. Веды говорят, все войны кровопролитные человечества возникали только по одной причине. В основном по одной причине. Это убийство животных, для того, чтобы их есть. Чем больше мы убиваем животных, тем больше мы копим атмосферу насилия в этом мире. И она потом на нас же слетает в виде несчастных случаев, землетрясений, войн. Приведу простой пример, который очень поучительный. Такие примеры в нашей жизни в основном не встречаются, но в жизни тех людей, которые ведут очень серьёзную духовную жизнь, встречаются. Недавно в Гималаях произошёл такой случай. Один храм, очень древний, которому порядка пяти тысяч лет пытались передвинуть чуть-чуть, не снести, а передвинуть чуть-чуть с того места, где он стоял. Ну, взять его просто вот и по кирпичикам разобрать и собрать потом в другом месте. С того места, где он стоял, чтобы сделать плотину. Нужно было электричество горному району Гималаев. Священники отговаривали от этого поступка, но те, кто руководили, руководство этого посёлка было непреклонным. В результате высшие силы разгневались на этих людей, потому что храм, святыню начали разрушать. И огромный поток воды смыл начисто несколько селений вместе со всеми людьми. Все погибли. Это недавно произошло. Слышали об этом, нет? Не слышали? Наберите в интернет слово «бадаринатх», «потоп», два слова. Узнаете много интересного. Это буквально несколько месяцев назад произошло. По-моему, даже буквально месяц. Огромная лавина воды обрушилась на эти селения, всё смыло там, ничего не осталось. Причина – оскорбление святыни. Но в нашей жизни мы не узнаем такие закономерности. Почему? Потому что мы недоразвиты для того, чтобы их узнавать. Например, как мы можем связать войны, которые кровопролитные проходят, с убийством животных? Трудно связать. Но веды говорят об этом. Они говорят о том, что чем больше будем насилия совершать над живыми существами, младшими по отношению к нам, тем больше сами будем мучиться. Как? Богу не трудно это сделать. Как во внешней природе, так и в области духовной все явления жизни состоят в тесной связи между собой. Жизнь отдельного человека должна совершенно плотно срастить с общей жизнью человечества. Это происходит постепенно. Приходит время, человек, развивая себя, он думает, что он просто себя развивает. Если он просто молится, если он просто прощает, просит прощения, он становится ценным объектом всего человечества, которым помогает всем вокруг. Просто когда человек молитву читает в доме в большом панельном, пока он не победит настроение всех людей вокруг, он не сможет сосредоточиться на молитве. Понимаете, мы все как в инкубаторе живем психическом, мы все как одно целое, особенно в семье, в квартире. Все спят, а я должен молиться, я не могу, мне тоже расспать хочется. И он должен восстать против этого, он должен победить своими, но если он побеждает сон, он дает милость всем родственникам сразу. Ход жизни всех родственников меняется. Понимаете, один человек начал жить правильно, вектор его жизни пошел вверх, все вокруг будут подтягиваться однозначно. Он милость дает всем. Веда говорится, что когда человек очищается полностью от всех грехов и становится святым, 12 поколений до его родственников, которые жили, и 12 поколений после, будут очищаться под его влиянием. То есть по их жизнь пойдет в правильном направлении. Поэтому так трудно работать над собой, потому что мы все связаны. Понимаете, надо доставать, надо встать и сказать, для чего я живу, для чего пройдет мой день. Если он пройдет просто как разрозненные облака, я просто там поработала, здесь, там поготовила, то поделала. Это все бессмысленно. Готовить надо с мыслями о Боге, тогда пища становится освященной, она меняет судьбу родственников. В одно дерево пошло. Вставать надо рано утром для того, чтобы весь день направить в нужное русло, чтобы весь день пошел в одно дерево. Если событие какое-то произошло, мне плохо стало. Вот мне плохо, я еду в метро, мне плохо стало. Почему мне плохо стало? Проанализируй. Да потому что ты просто не хочешь любить людей. Они грустные, злые едут, и тебе неприятно, тебе стало плохо. Почему? Потому что ты не вложил усилия в них. Видишь грустного человека, желая ему счастья, это твоя работа. Господь показывает тебе количество той работы, которую ты должен сделать сейчас. Вот увидел сейчас пьяного человека, прости ему, благослови его, это твой объем работы. Если ты делаешь всю свою работу, ты не будешь несчастным. А почему мы родились здесь? А потому что так положено. Почему мы родились сейчас? Потому что так положено. Почему в нашей стране пардак? Потому что мы только этого заслужили. Зачем беспокоиться по поводу правительства? Это наши проблемы. Веда говорится, да начните, вся страна вместе начнет молиться и жить правильно. Что произойдет с правительством? Автоматически оно начнет жить по-другому и делать все по-другому. Это само собой происходит. Приводится такой пример. Если человек заходит в алтарную комнату, он будет там матом ругаться или нет? Нет. Почему? Неудобно. Сделайте свой дом алтарной комнатой и там никто не будет ругаться матом. Почему? Потому что неудобно. Ты заходишь везде в цветы, изображения, а я в одних трусах. Ну, будь тогда не в трусах, будь человеком. Не ходи в трусах перед людьми. Если ты перед святыми не можешь в одних трусах ходить, тогда пойми, почему ты ходишь в одних трусах перед родственниками. Видите, как сразу сознание меняется? Очень просто. Ходи по-человечески перед всеми родственниками. Ты тоже человек и они тоже люди. Уважай их и веди себя почтенно по отношению к ним. Видите, как здорово меняет сознание, когда мы очищаем свое существование. Вокруг нас тоже все меняется и поведение близких людей меняется. В чем проблема? Если человек не считает себя призванным к исполнению посольства, миссии, он не может быть просвещенным человеком. Китайская мудрость. Это очень важно. Это последнее в этой теме, то, что я выбрал, развитие личности. И это самое важное. Человек может развиваться только для кого-то. Если нет миссии, нет жизни. Хотя бы для сына. Я хочу развиваться хотя бы для того, чтобы он прожил жизнь правильно. Хотя бы для мужа, хотя бы для кошечки. У меня есть одна знакомая, и никого нет, кроме трех кошек. И она кормит их освященной пищей. Хотя бы для кошечки развивайся. Но если у тебя нет миссии в жизни, значит нет жизни. Человек не может жить для себя. Это невозможно. Миссия означает, что Бог вдохновляет тебя, вкладывает какие-то силы, Он на тебя надеется. У человека есть две судьбы. Одна судьба это карма. Что такое карма? Да, это то, что приходит время и приходит. То, что происходит само собой. Карма всегда действует в разных возрастных периодах по-разному. Маленький ребенок у него своя карма. У него карма развиваться, испытывать детские обиды и все прочее. Дальше человек 14 лет исполнился, половые гормоны пошли, все. Первая любовь моя земная, удара мой глаз. Другая карма пошла. Человек, который совсем пожилой, если он поет первая любовь моя земная с клюшкой, значит, что-то не то с мозгами происходит. Другая карма уже. Он должен давать людям знания, он уже старый, у него есть мудрость, он прожил жизнь. В каждом возрасте своя карма, но есть вторая судьба у каждого человека, у каждого из нас есть вторая судьба. Это то, что ждет от нас Бог. Мы родились здесь для того, чтобы сделать что-то удивительное. Каждый человек. Но если человек сильно поглощен своими проблемами, замуж не могу выйти, ребенок не могу родить, на работу не могу устроиться, Бог будет ждать дальше. И настоящее счастье в жизни человека не появится. Потому что настоящее счастье это миссия, которую человек выполняет перед Богом, и чем больше он ее выполняет, тем больше Бог в него вкладывает силы. А силы означают и защита, и могущество, и возможности в жизни. И как же эту миссию понять? У каждого человека в соответствии с его конституцией, возрастом, с его возможностями своя миссия. Например, женщина должна дарить людям тепло и заботу от ее миссии. Мужчина должен защищать людей, защищать общество, быть ответственным, сильным. развитым. Это его миссия. Сначала она не оформлена, просто мужчина и женщина не оформлена, потом будет более оформлена. Когда ты начал хоть что-то делать не для себя, ну, я ничего не могу для других сделать, ну, хотя бы пол помой в подъезде, где ты живешь, ну, хотя бы цветочек там посади, ну, хоть что-то сделай, ну, это-то ты можешь, ну, это же ерунда, ну, сделай хотя бы ерунду, потом будешь больше делать постепенно, сначала маленькую гидку поднимаешь, так это неинтересно, ну, потом больше будешь поднимать, будет более, а потом и поднял целую большую штангу, почему, потому что начал с маленького, миссия развивается человеку постепенно, она развивается как вширь, так вглубь, так в понимание, приходит время и прямо конкретно Господь тебе в сердце говорит, вот видишь, я тебя вел до этого момента, всю твою жизнь, и покажет, как он это делал, но для этого надо сначала просто понять, что у нас есть две судьбы, если мы это не поймем, так и будем жить своими нуждами, и эта жизнь будет ужасно, бесполезна и глупа, ну, просто начни хоть что-то делать для других, и потом постепенно ты увидишь, как тебе силы дают, как возможности дают, и жизнь твоя расцветет, как большой красивый цветок. Смотрите, китайская мудрость, если человек не считает себя призванным к исполнению посольства, миссии, имеется в виду перед Богом, он не может быть просвещенным человеком, но просвещенный человек, это не тот, который институт закончил, это тот, который начал жить для Бога, у него появилась миссия, означает просвещенный, священный, то есть у него свет появился в башке, а не диплом о высшем образовании, свет появился в башке, это значит, что начал что-то делать для других, свет означает проводником он стал вот этой силы, чистоты, пошло, 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 стань пораньше, стань пораньше, стань пораньше, Только утро заиграет у ворота. Когда пошло, тогда человек хочет пораньше встать. Какие-то вопросы по поводу нашей темы сегодняшней, развития личности? Да? Он, видите, ничего не боится. Я постоянно как бы смеюсь над ним, он ничего не боится, дает вопрос. Ай, Геннадьевич, хотел спросить такой момент. Почему такое бывает? Я люблю узнавать всякие знания, но в то же время бывает, вот задаю вопрос, хочу у кого-то узнать вопрос, знаю сам на него ответ, но мне нужно какое-то постоянное подтверждение моим ответом. Потому что знание, оно имеет разные уровни. И человек, который действительно хочет развиться как личность, стать знающим, он эти уровни постоянно углубляет. В этом признак талантливости, таланта человека в развитии. Смотрите, сейчас вам эти уровни буду описывать, разные знания. Я прочитал что-то в газете, но это не меняет мою жизнь. Я узнал, что курить вредно, но я курю. Это означает, что знание проникло в чувства. Мне это интересно, но курить хочется, и бросить не могу. Это значит, что знание есть, оно появилось, но оно очень слабое у меня. Второй уровень. Я испугался. Я курю и реально чувствую, что я могу заболеть, какой-то тяжелой болезнью. Я испугался. Это означает, что знание проникло в ум. Ум, потому что он или отвергает и принимает. У него два варианта. Отвергать, принимать, отвергать, принимать. Испугался сигареты, отверг сигарету. Ум отверг, но хочет курить. Почему он хочет курить? Потому что надо расслабляться. Человек в напряжении живет. Не знает, как снимать напряжение. Напряжение означает, что в жизни не хватает счастья. Жизнь идет в неправильном русле. Если жизнь начинает течь в правильном русле, что происходит? Напряжение становится меньше. Смотри, человеку уже нет, зачем курить. Следующий уровень. Знание проникает в разум. Но знание — это не что-то отрицательное. Знание не означает, что надо бросить курить. Это не знание. Это безумие думать, что знанием является то, что надо заставить людей бросить курить. В этом нет никакого знания. Знание означает позитивная вещь. Знание означает, что я должен что-то начать делать в своей жизни, что естественным образом приведет меня к тому, что я перестану курить. Человек не должен бросать курить. Человек должен начать так жить, чтобы ему не хотелось курить. Вот это знание. И на этом уровне, когда человек хочет бросить курить, он узнает об этом, то, что я сейчас сказал. В результате он начинает изучать, что же такое курение. И он начинает изучать, что все в этом жизни состоит из вкусов, что разум тянется вкусу. Вкус есть вкус знания. Вкус знания — это самый высший вкус. То есть, когда человек получает более высокий вкус жизни, вкус знания, то у него сразу другая энергия жизни проникает в его судьбу. Эта энергия жизни решает все. Например, если я получил вкус к молитве, то у меня вкус счастья возрастает неимоверно в моей жизни. И это означает, что все ненужное отваливается само. Если я получил вкус прощать и просить прощения, то этого уже достаточно, чтобы не курить. Потому что, когда человек прощает и просит прощения, у него нет отрицательных связей, он не напрягается. Напрягают только отрицательные отношения. Можно прощать ведь не только людям, а событиям, которые происходят, работе, которая меня замучила. Прощать можно. Всему можно прощать в жизни. Прощать означает принимать. Я принимаю свою судьбу, я согласен, сдаюсь. Бунтует человек, значит напрягается. Напрягает, значит курит. Понимаете, о чем я говорю? То есть человек начинает изучать эти вкусы счастья. То есть разные вкусы счастья. Самый примитивный вкус счастья – это хватательный рефлекс. Дай, 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 дай. Вот. То есть дай, 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 дай. Это вот и все животные дай, дай, дай. Ребенок маленький рождается, ему что-то дал в руку. Пытаешься отняться. А-а-а. Вот. Это примитивный вкус счастья – дай, дай, дай. Это означает, что просто человек недоразвит. У него нет разума. Часто люди, вот даже люди имеют там огромные средства, они уже очень богатые, но разума нет. Дай, дай, дай все время. Нет на-на-на, нет такого. Значит, недоразвитый человек. Потому что когда человек начинает отдавать, тогда он начинает чувствовать то счастье, которое меняет его судьбу. У него вредные привычки отпадают, потому что ему не надо как-то заглушать то, что происходит внутри. Ему и так хорошо, зачем ему курить? Меня как-то спросили, Олег Геннадьевич, неужели вы не выпиваете? Я говорю, нет. Ну, вы праздники-то проводите? Я говорю, да. У нас праздников больше, чем у вас. Ну, а как вы праздники-то проводите? Там же не весело. Я говорю, у нас весело в тысячу раз больше, чем у вас весело. Потому что вы в таком тумане, в бреду как бы ваше веселье, а у нас с ясной головой. Так с ясной головой в тысячу раз больше веселье получает, чем в бреду. Ну, в бреду что за веселье? потом все забыл, что было а можно так же кричать С Новым Годом! Мои хорошие! Сразу фотографии потом в фейсбук там везде по всему интернету Олег Геннадьевич с ума сошел Я еще не договорил Итак, следующий уровень знания это когда человек уже абсолютно убежден что все это отварится он вообще не беспокоится об этом табаке он просто начал усваивать то, что нужно еще глубже и глубже и он вообще не беспокоит о своих недостатках там хочется другую девушку, у меня жена хочется мяса хочется курить, пить там и все прочее нет проблем ты почувствовал вот этот высший вкус стремление к высшей истине ты хочешь молитву хочешь всем прощать просить прощения хочешь развивать свою жизнь хочешь всем радоваться хочешь заботиться обо всем хочешь служить людям все! не беспокойся ни о чем все будет ненужное отваливаться само когда, 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 когда придет время потерпи чуть-чуть я хочу быстрее бросить эту сигарету ну брось не получается не бросай хочу бросить брось не получается не бросай не бросай а почему, Олег Геннадьевич я так живу? потому что ты не понимаешь что думать надо не об этом начни думать о том как помогать другим почему ты все время думаешь о себе то ли бросить то ли не бросить то ли бросить то ли не бросить отвлекись от себя начни помогать другим и ты забудешь про сигарету про все забудешь что плохое у тебя есть все от тебя отвалится само потому что когда человек в настоящей жизни начинает жить и настоящую цель жизни понимает ему не нужно ни о чем беспокоиться что происходило с ним Вы поняли, да, закон? То есть разум, когда развивается, знание входит в разум, судьба меняется сама. Человеку не надо беспокоиться. Люди пашут, как и шаки, чтобы изменить свою судьбу. Мы работаем, чтобы квартиру заработать, работаем, чтобы бросить курить, работаем, бросить пить там, работаем то. Не надо этого делать. Направьте разум в нужную сторону, посвятите свою жизнь знанию. Когда знание придет правильное в сердце, и молитва станет радостной в сердце, и предание своему наставнику, и вера в Бога, и вера в самое светлое, чистое в людях, когда в людях начнешь чистое и светлое видеть, вот тогда все будет приходить само собой. И то будет приходить, что нужно в жизни, а что не нужно, Бог от этого отведет. И будет все классно тогда, проблем не будет. Я ответил на вопрос? Знание по поводу знаний. Почему я вроде бы знаю, и не знаю одновременно? Потому что знание развивается. Гордыня, да. Видите, вы сами отвечаете уже на свои вопросы. Давайте кто следующий, да, в развитии личности. Олег Геннадьевич, добрый вечер. Спасибо вам. У меня вопрос такой. У меня сейчас ситуация такая, я вот хотела бы йогу преподавать, а столкнулась с таким, православная церковь против, как бы это вообще. Ну ничего страшного, это нормально. На исповеди, если приходишь и говоришь, что ты йогу преподаешь, они против, чтобы ты йогу преподал. Ну, нормально. Ну, мне хочется, мне нравится, и я как бы давно хотела преподавать. Сейчас, в принципе, все к этому подводит. Ну, вы преподаете то, что не против православной церкови. Есть же какие-то способы физического развития, которые приняты в православии. Почему вам это не преподавать? В церкви написано, кто преподает йогу, вход за пришел. Я говорю сейчас не про йогу. Чего вы к этой йоге привязались? Ну, вот я как бы... Чего я? Цель у меня такая. Ну, вы преподаваете то, что церковь разрешает. Есть же какие-то... Я вот плохо это знаю. Вот кто знает? Какие вот виды практики вот этой физической для поддержания здоровья церкви рекомендуется? Любые, кроме йоги. А? Любые, кроме йоги. Ну, какие? Пилатес. Как? Пилатес. Похоже на йогу. Ну, дайте микрофон вот женщине, она что-то говорит. Сейчас мы для вас будем немножко это... Не видел. Ну, расскажите нам, какие практики? Ну, есть пилатес, очень похож на йогу. А что это такое? Это православная практика? Нет, во всех фитнес-центрах есть такое. Нет, я говорю про православные какие-то, православные практики. Ну, я не думаю, что православие будет против пилатеса. Вот как физическое развитие воспринимается. Просто. Надо узнать, узнать, если узнать у своего священника, что можно преподавать для физического развития людей. И ради своего смирения преподавайте это пока. Развивайте смирение, понимаете? Вот этот бунт перед культурой духовной, это не то, что помогает жизни. Просто для развития своего предсмирения преподавайте то, что хорошо. И у вас сердце столько радости будет. Не только йога же и лечит людей. Есть много видов разных физической активности, которые людям помогают. И здесь речь ведь не о йоге сейчас. Понимаете, о чем ведь речь? Речь о том, что вы не хотите подчиниться просто. Вы учитесь. И все будет нормально. Лекция должна быть выложена в интернет. А я просто приехал, ведь с паломничества, я вот сегодня прилетел самолет только с Индии. И я там целыми днями только духовной практикой занимался в течение недели. Чувствуется, да? Значит, я не зря занимался духовной практикой. Спасибо вам большое. Вы все решаете, да? Добрый вечер, Олег Геннадьевич. Я хотела спросить, вот как преодолеть обиду по отношению к свекрови? Вы не сможете преодолеть обиду. Уже полтора года. Вы не сможете преодолеть обиду. Обида – это наказание. Наказание не преодолевается. Вот смотрите, допустим, я стою в углу, как мне преодолеть то, что я стою в углу? Как? Давайте, давайте, мы общаемся. Ну, принять, наверное. Действительно. Ну, я не хочу стоять в углу. Что мне делать? Ну, что мне делать? Бороться. С углом? Или с кем? Или с папой, который меня поставил? Что делать? Давайте оформим мысль. Да, наверное, с папой. А? Наверное, с человеком, который поставил. Ну, Бог вас поставил в это состояние обиды. Вы что, с ним бороться будете? Ну, давайте, давайте. Ну, давайте думать будем. Что делать? Молиться за него. Давайте будем вот что делать. Молиться – это не означает тупо лбом об пол биться, понимаете? Молитва означает отношение. Это означает, что я чего-то хочу конкретного. И чего я конкретного хочу? Я хочу первое, что понять, как происходит прощение. Вопрос задан такой. Как происходит прощение? Первое хочу. Как вот так делается, что сердце облегченно вздыхает? И на свекровь никаких проблем нет вообще. Как так делается? Это первый вопрос, который вам надо задать себе. И второй вопрос. Если это делается так, то я хочу так делать. Ответ на первый вопрос такой. Это делается с помощью силы Бога. Вот смотрите. Ваши отношения со свекровью приносят вам боли. Потому что в этих отношениях заложены ваши прошлые поступки. Она начала являться вершителем вашей судьбы. Она стала перед вами наказателем, который вас за ваши прошлые поступки наказывает. Это всегда больно. И теперь вы хотите, чтобы эта участь, чтобы она когда-то закончилась. Вы должны сейчас одну вещь понять, что сначала надо получить силы терпеть ситуацию. Мы не говорим с вами о прощении. Мы говорим о ваших отношениях со свекровью. Чтобы они стали принимаемы. Вы сейчас просто бунтуете. Нет, но они дошли до того, что я ее увидеть уже не хочу. Да, это называется бунт. Это нормально. То есть это объем работы. Вот вы ее не хотите видеть. Это объем работы. Это столько кармы в вашу жизнь пришло. Столько судьбы через нее пришло. Представляете, какой полезный человек она в вашей жизни. Столько объема работы. А вы когда эту работу проделать, вы же станете лучше намного. Вы хотите быть лучше или нет? Конечно. А? Конечно. Конечно. Вот смотрите. Первое, что человек должен сделать, он должен сначала молиться Богу, потому что мы души, которые всегда являются проводниками чего-то. У нас нет силы простить вообще никакой. А сила через нас может пройти. Смотрите. Сначала я молюсь Богу, и при этом я думаю не о прощении, а я просто хочу Ему служить. Или, допустим, святому человеку, который является проводником Бога. Я хочу тебе служить. Я хочу жить для тебя. Я хочу, чтобы у меня знание в жизни было. Я хочу понять, почему. Или хотя бы за что, или хотя бы просто принять вот то, что у меня со свекровью. Может быть, я не достойно еще знать, за что я так страдаю. Но хотя бы я хочу, чтобы ты мне дал знать, что это нормально, что это правильно, что я страдаю в отношениях с ней. Я хочу знания в этой жизни. Я хочу тебе служить, и хочу знания, чтобы это знание потом другим давать. Понимаете, да? Ну, а нас своей свекровью тоже... Спокойно. Вы сейчас говорите о чем? Вы сейчас не слушаете меня совсем. Вы меня не слышите. Я вам даю метод. Объясняю метод победы. Но вы меня не слышите. Вы сейчас хотите результата. Это означает просто упрямство. Зачем вы упрямитесь? Не упрямитесь? У вас есть уникальная возможность победить судьбу сейчас. Я вам даю метод. Метод передается всегда от человека к человеку. Допустим, вы тысячу раз в моих лекциях уже это слышали. Но я сейчас вам лично это даю. Я вам даю метод лично. Я вам говорю, смотрите, настройтесь на Бога, на Его представителя, на икону, которая представляет Его, на Священное Писание, на Святую Землю, на святую чудесную, допустим, останки Святой Матроны, на чудесное место какое-то, которое вам должно помочь, на то, во что вы верите уже. Во что вы верите сейчас? Что является силой, которая вам поможет в вашем сердце? Представительство Бога должно быть обязательно, иначе вы бы не пришли на эту лекцию. Во что вы верите? Бога, конечно. Ну что это, в чем это выражается? В виде иконы какой-то, или как вы с Ним отношения строите? Да, в виде икон, молитвы. Все, замечательно. Теперь завтра утром вы садитесь на коленочки, начинайте молиться Богу, я хочу тебе служить, я хочу тебе служить, я хочу тебе служить. Думать о Нем, молиться Ему, строить с Ним отношения. Чем больше Бога в жизни, тем меньше страданий. Потом, после этой молитвы, вы просто смотрите себе в сердечко, вспоминаете свою свекровь, и думаете, а я ее видеть сегодня хочу, или все еще не хочу. И у вас сердце появится, о, уже немножко могу видеть ее. И вы говорите себе, вспоминаете лекцию, что развитие личности означает медленно, спокойно, постепенно, не торопясь. Все меняется в жизни так, и я это принимаю. Я буду завтра опять молиться точно так же. А потом, когда вы будете молиться вновь и вновь каждый день, вы будете замечать, что карма, вот это вот наказание, оно становится меньше, 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 меньше. И в какой-то из дней, знаете, что произойдет? Вспомните о свекрови, и у вас сердце будет спокойно. Но этого еще недостаточно. Это еще не победа. Будете продолжать молитву, и потом, в какой-то момент, вы узнаете о ней что-то хорошее. Вы вспомните, что у ней есть хорошие черты. Она вот такой человек на самом деле, никак я о ней думал, а вот такой она человек. А потом вы дальше будете молиться, и на это настроитесь хорошее так сильно, что когда она будет воплощать свою судьбу перед вами и будет делать вам больно, вы в этот момент будете пытаться помнить хорошее в ней. И в этот момент в ней что-то произойдет. А вернее, в отношениях, в ваших отношениях с ней. Это точнее, говорит. Но вам будет казаться, что в ней. И вы увидите, как ваша сила, вашей молитвы, стала сильнее того наказания, которое Бог вам сейчас дает через нее. Но это еще не все. В какой-то момент ваше сердце возликует, и вы будете чувствовать сильное облегчение. И будете чувствовать, что эта глыба, которая на вас сейчас нагрушилась, это глыба. Действительно. Она уже просто маленький камешек, который не имеет никакого значения для вас. Никакого значения. Видите, вот то, что я сейчас делаю, называется благословением. Потому что я увидел этот объем работы, и его проработал сначала на тонком плане. Я вам дал свое благословение. Спасибо. А теперь я буду требовать от вас, чтобы вы все делали, потому что вы лентяйка. Согласна. Обида на себя? Что значит обида на себя? Давайте подумаем. Сейчас мы уже будем заканчивать. Ну вот сейчас я на последний ваш вопрос. Чувство вины? Да. Ну это хорошо же. Но она не уходит. Я про его на носке. А-а-а. Ну что. Вам не хочется быть виноватой, да? Получается. Ну я хочу сказать, что я хочу сказать. Ну не хочется быть виноватой. А мне наоборот хочется быть виноватой, настолько наглой, что не считаю себя виноватой. Нет, я знаю, что я виновата. Это же когда... То есть вы не наглая? Ну я думаю, что наглая, но я просто это уже осознаю. Именно это чувство вины. Ведь наглым можно быть по-разному. Смотрите, есть два способа быть наглым. Первый способ. Я просто не виноватый и все. Чаще всего мужчины. Вот наглючий, как... Не знаю кто. Ну просто не виноватый и все. Хоть что с ним делать? В основном мужчины. Это наглость. По-мужски. Есть еще наглость по-женски. Я виновата. Но делать с этим ничего не хочу. А хочу от этого избавиться. И поэтому мучаюсь. Это наглость по-женски уже. И при этом, так как я виновата, значит я хорошая. Хорошая на сто процентов. И почему это я такая хорошая должна быть виновата? Ну я же понимаю, что я не хорошая. И я делаю с этим. Ну то есть я и молюсь там, и раскаиваюсь в сердце. В одно время это все прошло, и как бы такая легкость на сердце появилась. Но спустя некоторое время, хотя я все продолжала делать, опять это чувство появилось. И вот что... Знаете, вот я сейчас вам одну вещь скажу, что перед тем, как молитва войдет в сердце, нужно отчаяние. Сильное отчаяние, что у меня нет отношений с высшими силами. У меня с высшей истиной, с вот этой иконой, вот с этим святым, вот с этой молитвой, вот с этим святым местом нет никаких отношений. Как дурак, сижу по утрам, ничего не чувствую, вообще просто тупо повторяю одно и то же. И я так уже надоело, я хочу. Почувствовать то, что в этом есть. И когда человек вот в это отчаяние входит, это жемчужное состояние, оно очень неприятное, тяжелое. Но именно то, что сознательно человек должен ждать. И когда это отчаяние приходит, в этом отчаянии бывает два способа направить себя. Первый так, как вы себя направили. Я не хочу этого отчаяния. А второй другой, понять, что это есть жемчужина, после которой счастье наступает. Вот смотрите, когда человек доходит до этого состояния и думает, и все-таки я хочу научиться молиться. «Но у меня хоть и ничего не получается». И в этот момент он получает милость немедленно, получает вкус к молитве, чистоту. Бог показывает ему, как сердце очищается, показывает, как события уничтожаются плохие. С помощью этих отношений он получает знания о том, что есть другая жизнь совсем, которая все побеждает полностью, просто от того, что ты ей живешь. И не надо больше ничего другого. И вот сейчас у вас в сердце есть эта жизнь. Эта жизнь, в которой каждый человек должен жить. Я виноват, я виноват, я виноват. Это так важно знать. Но вы не хотите перешагнуть, потому что вы с этим боретесь только своими силами. Человек может быть виноват только перед кем-то. То, что вы говорите, это просто полный обман. Потому что вы сейчас строите отношения с совестью, это представительство Бога в нашей жизни. И вы виноват, и можете только перед ней быть. А когда человек свою вину отдает совести, сразу же, немедленно он чувствует счастье. Потому что, когда человек перед совестью, перед своей виноват, совесть так радуется за него, что после этой вины сразу же счастье приходит. Знаете, что такое скромность женщины? Для женщины, она чувствует себя неловко, что все ей восхищаются. Это скромность. Это означает отношение с Богом. Она Богу говорит, я красивая, но я не хочу никого беспокоить этим. Это называется скромность. Это очень украшает женщину, и она беспокоить всех начинает еще больше этим. и это хорошо. Теперь, видите, проблема заключается в том, что вы не со сверхдушой строите свои отношения, а с самим собой. Говорите, я виновата. Вы кому говорите-то? себе. Себе. А вот теперь попробуйте Богу сказать. Я виновата. Скажите. Прямо сейчас? Прямо сейчас, да. Я виновата. Нет, моя хорошая, вы себя виноваты и не чувствуете. Перед Богом ни за что. Вот в этом вся проблема. Видите, проблема в чем заключается? Что если вы виноватая, вы Богу скажите, я виноватая. Не хотите это говорить. Поэтому облегчение в сердце не наступает. Это, видите, хитрый такой способ. Я виноватая, я виноватая, я виноватая. И мне плохо. Надо просто сказать, нет, я виноватая. Не я виноватая, я виноватая. Я виноватая. Ну-ка скажите. Я виноватая. Вам легче стало? Немного. Немного. Ну, двигайтесь в этом направлении. Спасибо. Видите, у женщин такая хитрость, но они такие хитрые вообще женщины внутри. Даже они сами себя не понимают, что там происходит. Настолько хитрые, что сами себя не понимают. У них такая хитрость, если женская, чисто. когда женщина виновата, что она делает? Она говорит, я виновата, я виновата, я виновата. Для того, чтобы не признаться себе в том, что она виновата. Она говорит, я виновата, и мучается из-за этого. Надо просто честно себе сказать, я виновата. И все, и мучения сразу начинают. Это вот это вот, через эту горку перевалить, понимаете. Я не могу, я не могу повторять молитву честно. Я не могу, я не могу. Признайте себе в этом. Признайте. И раз, Бог даст милость. Я виновата. И в этот момент раз, легче стало все. А потом человеку будет хотеться это делать. Надо чищать сердце, надо скрести там, выскребать все внутри. Олег Геннадьевич, можно вопрос послать? Ну вот у нас уже время кончается. Ну я быстро. Я хотела спросить. Они даже меня не спрашивают. Все равно вопросы, все. Ну, ну. Как усмирить свой ум? Ну как же вы усмирите, если вы старшего даже слушать не хотите? С помощью вот этого вот уважения. Нет, там в святом месте одна женщина, я ее очень уважаю, она мне сказала важные вещи. Первый момент, когда она мне говорила, я так, я такой уважаемый человек, она мне такие вещи говорит. А потом я смотрю и в глазах, у меня глаза такие мудрые, и у меня в сердце сразу, выбирай, или духовная жизнь, или гордость, духовная жизнь, или гордость, духовная жизнь, или гордость, в сердце мне Бог говорит, прям вот, я ее слушаю, и она тебе говорит, духовная жизнь, или гордость, выбирай. Я говорю, духовной жизни. Тогда слушай. Я начал слушать. Уважение усмиряет ум немедленно. Уважение. Видите, я уже ответил на ваш вопрос раньше, чем вы его задали. Вы спросили, можно задать вопрос? Я говорю, ну уже конец лекции. И если бы вы дальше ничего не делали, у вас бы ум раз и расслабился. Успокоились? Да, конец лекции, все. Я уважаю вас, Олег Геннадьевич. Вы приняли? Да, хорошо, спасибо. А у вас ум успокоился? Ну, я думаю, что начал. Двигаемся вперед, смотрите. Вы очень разумный человек, я вижу это. Смотрите, сейчас вы поймете это. Вот Олег Геннадьевич. Его просят закончить лекцию. Там уже стоят люди и думают, блин, неужели дальше лекция будет продолжаться? Аренду там мы же заплатили за определенное количество времени. Надо желать счастья уже. Зачем он занимается все, продолжает с этой девушкой говорить? Все, давайте уже счастье желать. Нет, нет, стоп, стоп, мы не начнем, пока ум не успокоится у вас. А для этого вам надо одну вещь сделать. Вам надо думать. Вот я, Олег Геннадьевич, очень уважаю. Вам так надо подумать. Чувствуете успокаиваться? Все. Почувствовали? Вот я тоже почувствовал. Почувствовали? Вот и все. Вот она система. Так успокоить ум. Ум должен принадлежать кому-то. Всегда должен быть старший. И всегда человек все в своей жизни делает перед кем-то. Не перед самим собой, а перед кем-то. Когда человек делает перед кем-то, тогда ум спокоен. А когда он делает перед своим собой, он сбалмошный. Понятна система? Ну ладно, я очень благодарен вам за то, что вы мою демагогию слушали три часа. К сожалению, я сегодня мало пел, потому что у меня другое настроение. Я только что вернулся из очень возвышенного места и там проводил время с очень возвышенными людьми. Непевучее настроение. Простите меня. Но в следующий раз я приеду, буду петь обязательно. А Новый год, это все на сайте, вся информация есть. Там в своем месте точно, точно. Да, там и клоуны будут, там такое будет страшные вещи происходить. Спою обязательно. Давайте будем желать всем счастья. Я очень благодарен вам всем, кто остался, кто и не остался. Все уже поздно, люди спешат домой. Я очень признателен вам за то, что вы пришли на эту лекцию. Знаете по какой причине? По той причине, что эти лекции, они не актуальны. Вот есть темы очень актуальны. Это если бы те лекции назывались «Семейное отношение», воспитание детей, преодоление стресса, то это работает всегда. Когда люди приходят на эти лекции, я в своей жизни в какой-то момент сказал себе «Точка!» Я не хочу больше заниматься тем, что я буду собирать людей на актуальные лекции. Я хочу говорить о том, что трогает сильно мое сердце. И все. И это будет лучше. Потому что если мое сердце трогает ваше сердце, вот эти вот высказания, которые Лев Толстой собрал в своей книжке, трогают мое сердце. Я хочу об этом говорить. Я поэтому вам очень благодарен, что вы ко мне пришли не к теме воспитания детей, а ко мне пришли сейчас в этот зал. Потому что это моя тема. Потому что мало кого. Ну вот развитие личности. Мы все знаем, как ее развивать. Что вы об этом слушаете? Вы пришли ко мне, и я вам очень благодарен. Всем. Всем без исключения. Спасибо вам большое. Нас очень много. И я хотел бы сейчас, чтобы мы все сосредоточились и потренировались. То есть в древней культуре ведической было такое правило, понятие, которое развивает мир и любовь между людьми. Это понятие называлось шанти-мантры. То есть что такое шанти-мантры? Люди разных культур, религиозных, когда собираются вместе, они не могут свою молитву повторять, потому что у всех разные молитвы. И поэтому существовало в древней культуре такие шанти-мантры. Это вообще такие настрои, которые ничего общего вообще не имеют с никакой религиозной культурой. И одновременно все общее. Это то, что присуще всем людям. Вот, допустим, вот это шанти-мантры, первую строчку, у которой шанти означает мир. Эта молитва направлена на мир. То есть смотрите, вот эта вот молитва, которую мы будем сейчас повторять, она из четырех строчек состоит. Мы будем повторять только первую. Первая строчка. Я желаю всем счастья. Я хочу, чтобы на этой земле был мир, чтобы люди жили в мире. Я хочу, чтобы у всех была удача в жизни. Я хочу, чтобы их жизнь в правильном русле текла. Накашчет, Духа, Бабовед. Я не хочу, чтобы кто-либо страдал. Классно? Какой это религии принадлежит? Ко всем религиям. Вот мы будем повторять первую строчку, иначе запутаемся. Просто я желаю всем счастья. Это также развивает возможность молиться, потому что люди должны собираться вместе в большом количестве для того, чтобы настраиваться. Когда мы собираемся в большом количестве, то это дает возможность нам потом культивировать молитву. Вы даже можете записать вот эти вот, когда мы повторяем, я желаю всем счастья. И под этот настрой свою молитву потом дома повторять, вы будете вместе со всеми, и вам будет легче. Вы будете чувствовать силы, энтузиазм, вам будет хорошо. Потому что нас много, понимаете? Мы сейчас все вместе будем настраиваться определенным образом. Каждый в своей вере, внутри своей веры. Ничего мы не меняем. Внутри своей веры вспоминает свою святыню. Кто-то имя Бога вспоминает, мусульмане имя Бога, святую книгу. Кто-то изображение Бога. Кто-то святого человека. Кто-то святую землю. Кто-то там вспоминает молитву какую-то. Просто на нее настраиваются, на саму молитву. И о ней думают. Каждый вспоминает свое. Мы кланяемся святыне и просим у нее. Я хочу тебе служить. А вот то, что мы повторяем, это является результатом нашей просьбы. Потому что мы что повторяем? Я желаю всем счастья. Какого счастья? Которое исходит из этой молитвы. У меня просьба там, может, чуть-чуть подождать, ничего не делать. Пять минут. Потому что любой шум сейчас будет мешать. Счастья — это же вполне конкретная вещь, понимаете? Вот надо думать, я хочу тебе служить о святыне. Я желаю всем счастья. Это то, что оттуда пришло уже. И больше ни о чем думать не надо. О себе, что я такая хорошая, что у меня все хорошо должно быть в жизни. Это не наше. Это то, что Бог сам делает. Мы живем тем, что мы думаем о том, что мы хотим Ему сделать сейчас. Хорошо? Я желаю всем счастья. 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 Спасибо вам большое. Я желаю вам всем счастья, любви, духовного знания, удачи. Всего самого ценного и светлого в вашей жизни. Я очень благодарен вам за то, что вы были со мной все это время. Спасибо вам большое. Сейчас у нас по традиции, видите, люди приносят цветы для того, чтобы я их вам подарил. Вот еще у нас розы стоят. Спасибо. 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 Спасибо.